Привет, привет, ребят, всем привет! Женька, привет! Видел, что пришёл. Давай, с тебя, говорит, мы это сразу и начнём. Сразу пришёл и сразу с донатом. Женька, спасибо. Не знаю, отписался, не отписался. Роб, привет! Дим, привет! Ты, Мьюзикварс ТВ вижу, Надя пришла. Сашка пришёл, Сашка, привет! Странно, то он с одного аккаунта заходит, то с другого. Но это ладно. Я поставил клип, нет, клипы не получаются. Клипы играть не смогут. Это оценка персонажей. Клипы могут быть только на следующий. То есть это на субботу, ребят. Значит, говорит, меня первого. Да, надо узнать, Николай с нами. Если Николая нету, тогда я спокойно, Женька, я с тебя начну. И не сильно ругайся. Ну, то есть, соответственно, буду тебя долго мурыжить. Потому что, как бы, ну, я оцениваю стандартно. Ну, то есть, разбирая всё по запчастям. Тоже, говорит, приделает. Я понимаю. Ребят, оценки буду ставить, начиная с 21. Пожалуйста, пока не пишите сильно. Не закидывайте. В общем, так. Мне нужен акула. Мне нужен акула. Кстати, чтобы найти Женьку, надо сделать проще. Надо сделать шестые уровни и глянуть. Он древний, как мамонт. Он здесь должен быть, блин. Если он не переименовался. Жень, скинь ник, пожалуйста, чтобы я его не искал. Потому что я не помню, как акула Туруру у тебя пишется. Я тебя фиг найду так. А, нет, найду. Нет, найду. Значит, пойду. Опять, говорит, уведомление о стриме. Я ставлю, говорит. Ну, нормально, нормально. Стрим пошёл, всё хорошо. Всё прекрасно. Да, я знаю, сегодня ещё Николай мне нужен. Но Ника я пока не вижу. Если он отпишется, то всё нормально. Так, ребят, давай. Поехали. Шестой уровень. Шестой уровень у нас Евгений. Характеристики выше среднего. 24. Прям очень классно. Сколько у тебя медалек, чувак? О-о-о, 31. Ты умеешь договариваться с другими донатами. Я точно знаю. Не, у тебя очень хорошие характеристики. Я знаю, 34. Это вообще там прям топовые характеристики. Хотя персонажу нет 3 года. Куча кошмарок пройдена. Нет медальки за подарки. Хотя ты застал это время. К сожалению, я не понимаю. И ещё ты самый жёсткий у меня ботовод, которого я когда-либо видел. Поздравляю тебя с занятием башни. Так, ну это я не просматриваю. Жалко, что нет кубков. Для такого хорошего персонажа очень жалко, что просто нету. Но это не страшно. Так, легендарка. Легендарка я не знаю там какая. И боёв у меня не хватает. Судя по этому, это бас-матч, наверное, 25 уровня. Ну, то есть, оружие так себе. Даже если 25. Ребята, братец, сыни мой унылый, гоперцы Виктор Раут. Хорошо, хорошо. Так, я понять не могу лишь одного. Жень, почему ты не качаешь клетку? Клетка 12-я. Либо она тебе не падает, либо ты не хочешь донатить для такого персонажа, либо ты решил заморозиться. То есть, ты уже ничего не ждёшь. Поясок 14-й выкачал, по-моему, насколько я помню, ты через Сань его выкачивал. Причём два уровня. И я очень, кстати, сильно долго возмущался, что не проходят, получается, новые студии. Не выходят студии ни на шестой, ни на седьмой уровень. То есть, по главной вообще идее разработчиков, все двигаются вверх. Типа, никому больше сидеть, короче, нельзя. Так, расчёт. Первая помощь, плюс 4, пятый согласен. Футболист не согласен. Для такого персонажа, как ты, легче понизить характеристики противника по тактике на самом последнем ходу примерно. Где-то так. Не знаю, зачем как бы используешь футболист. Понимаю, зачем используешь фехтование. Это я согласен. То есть, для любого оружия, которое ты используешь, прямо, ну, очень хорошо. Единственное, что, вот, я бы посмотрел в отношении, допустим, тоже лыжной палки. То есть, возможно, больше было бы эффекта. Так как у тебя ловкость выше, была бы ещё вероятность, там, ну, неплохая выбить и оружие. Такое. Второй амулет с проклятием кукловода. Да, согласен. Донаты с друг другом как раз такой хернёй и сражаются. То есть, а вот эту бы я, возможно, заменил. Ну, хотя, бьёшься без реанимации. Ну, такое себе. Я думаю, что реанимацию использую, скорее всего, через животных. Наверное, Фрэнки там у тебя стоит. То есть, навороченный. Поэтому, как-то примерно так. Ну, ладно. Да, мало, кстати, характеристик. Машинки, кстати... Сейчас посмотрим. Так, Мустанг не вкачал. Катюша не вкачана. Блин. Ничего не вкачано. Хотя, характеристики классные. Сколько граба. Ребят, ещё раз говорю. В этой игре граб очень сильно играет роль. Если кот меня сейчас смотрит, то есть, кот, ещё раз тебе, вот доказательство тебе, что граб в этой игре очень сильно роляет. Тем более, у него характеристики классные. Я недавно оценивал персонажа 21 уровня. 20, 18, 17. У них характеристики намного меньше. То есть, 24 тысячи это прям потолок вообще. Просто шедевральный, конечно. Тут вообще нечего сказать. Человек прям реально старается. Единственное, что я, ну, как бы не вижу. Ни питомцев основных не вижу. Ничего не вижу. Поэтому, то есть, не могу сильно высокую оценку поставить. Выше среднего, да. Выше среднего в два раза. 100%. То есть, шестёрка это прям стабильная. Вообще прям, Жень, молочина. Но, постарайся ещё клеточку вкачать до 15. Я думаю, что баф с выходом питомца даст тебе ещё дополнительно, короче, урон. Допустим, то же самое оголька поставишь или поставишь хищника. Хищник, считай, запрещает выход другим питомцам. Оголёк даёт автоматическую силу. Если есть Кинг-Конг, ну, по-моему, Кинг-Конга нету. Да, Кинг-Конга 20, к сожалению, нету. Но, видимо, не прокачал. Можно было так использовать. А так, атакующий персонаж получается полностью с атакующей тактикой. Даже убрана реанимация. Прям шедеврально. Молодец. Красава. Продолжай, Жень, играть. То есть. Так, давайте. Так, Николай не подошёл. Николай вроде не подошёл. Да я понял, что поднял, Жень. Я не вижу там, имею в виду, это. Три уровня клетки, что поднял. Но её 15-ю надо. Да, Тибурён. Да, обязательно. Ещё пока не конец акции. Я думаю, что всё впереди. Так, ребят, дальше. Так, 59-ый. 59-ый. 21-ый. 21-0-0. Рокер 85. Привет, Рокер. Привет. 26-ой уровень. Смотри, у тебя сразу говорят. 26-ой уровень переходной. Ты уже знаешь, что можно апнуться и перейти на следующую лигу. Соответственно, и быстрыми темпами и шагами топаться к 30-ому уровню. То есть. Тут тебе надо выбрать. Либо ты будешь сидеть и здесь отдыхать. Либо ты будешь двигаться дальше. Тут смотри сам. Получается, по студии и по твоим характеристикам желательно бы тебе идти вверх. Потому что выкачанный адепт на ловкости, как бы, ну, так скажем, не играет большой роли. Плюс у тебя ещё интересная вещь. У тебя очень большой разброс оружия. Смотри, почему... Вот многие... Ты вот посмотрел сейчас предыдущий персонаж, если ты видел, Рок, там была такая система, что персонаж закачан под одно оружие. Он прямо закачан под это оружие. Допустим, если ты используешь дистанционное оружие, по максимуму увеличить его демейдж. Если ты используешь среднее оружие, увеличить его демейдж. У тебя сейчас стоит 4 оружия. Независимо от этого, то есть, когда выходит у тебя персонаж драться, ну, то есть, соответственно, на поле боя, он выбирает одно из 4 оружий. Это твоя основная ошибка. Выбери, пожалуйста, себе класс оружия и рассчитывай на него. То есть, что бы можно было сделать. Я бы посоветовал тебе, если честно, подкачаться, потому что тут характеристики на 26-ом, там, знаешь, там люди сидят с характеристиками адекватными, где-то около 40 тысяч, там, 35-ти. Это переходной, поэтому просто так не получается перейти. Ну, надо стараться, короче, здесь. Стрим лагает. Стоит на месте. Ты на окуле, Туруру. О, это фигово. Это фигово. Что со стримом? Погоди, ребята, что со стримом? Стоим или не стоим? Просто не вижу, ребят. Правда, реально не вижу. Я не могу смотреть, как идет стрим. Просто, то есть, ну, у меня же нету ссылок. О, блин, вечер. Я же говорил. Лагает стрим. Все окей. Уже норма. Все, все хорошо, ребят. Давайте тогда дальше. Отлагала. Рокер, имею ввиду, я тут час, час имею ввиду, прошел. Не знаю, слышал он меня, не слышал. Может, записи, короче, останется. Все. В случае чего, Рокер, пересмотри, пожалуйста. То есть, все будет нормально. Так, смотри, Рокер, у тебя надо выкачивать клетку. Так как у тебя древний, не знаю, почему ты, ну, не вкладывался, вообще не выкачивался. Клетку плюс десятая надо, вот прям кровь из носа было качать. Следующая появится только минимум через год. И, возможно, не клетка появится, а какой-нибудь усилитель для клетки, который надо. Так что будет такая своеобразная ситуация. Да, Рок, слушай, в случае чего стрим, короче, останется, перекрути на начало, чтобы услышать все, короче, рекомендации, которые я давал по аккаунту. Дальше. Студия, если ты двинешься и выберешь тридцатый уровень, не качай. То есть, ты просто апнешься на двадцать седьмой и двинешься дальше. Если ты же будешь здесь сидеть, тогда тебе надо пересматривать студию. Ну, то есть, потому что она у тебя низкая вся, там, тринадцатый, семнадцатый, пятнадцатый уровень. Это, ну, никуда не годится. Но я думаю, что ты двинешься, короче, вверх, потому что персонаж чисто на это и рассчитан. Так, дальше. Кунг-фу. Давай скажу проще, Рокер. Тебе, короче, надо сначала выбрать оружие. Как я уже сказал, у тебя слишком много навыков, они прямо разбросаны. При таком большом количестве это чистый хаос. То есть, у тебя, получается, пассивки созданы на ловкость уже самую. То есть, чем она нужна, как таковая. Потом, сделаны пассивки на кунг-фу, считай, на безоружного человека. А оружия такого, как бы, ну, физически, короче, нету. Просто, ну, никак. Поэтому, ну, как-то все странно, если честно. Прости, но плохо очень, если честно. Персонаж заброшенный. То есть, ну, 15 миллионов, ладно. Играю без доната с 17-го года. Даже если играешь без доната, можно было кучу подарков открывать в акции, когда ты бьешь мобов. То есть, а у тебя 15 граба. Слабовато. Как я говорю, по характеристикам, чтобы поднимать хорошие характеристики, надо прям вытаскивать. Я заходил уже, как бы, смотрел. Башню ни разу не пробил, не занял. Найди себе чувака, попробуй походить в башню. Кошмарки тоже не прошел. Блин, ну, ладно, чувак. Ну, тебе надо еще дольше развиваться. Я бы тебе советовал с такими характеристиками тапать наверх на 30-й уровень. Брать 30-ю студию и перекручивать у мелки. И, как самое основное, то есть, купи один хотя бы месячный план. И с этого месячного плана, соответственно, пойдешь уже дальше. Менее переоценив, стрим упал. Стрим упал. Нет, он не упал. Жека, он должен быть в записи весь. То есть, он догонит. Хотя, ну, хотя не факт. Хотя не факт. Хотя не факт. Может быть и не пройдет. Может быть и не пройдет. Это жопа. Ой, рокер, плохо вообще, отвратительно, если честно. Я так, короче, посмотрел, где-то за выкачивание уровня, что ты дошел до 26-го, с характеристиками, ну, так скажем, более-менее, где-то что-то еще. Ну, где-то 2, наверное, полтора. Ну, ты, по сути, мясо для многих уровней. То есть, ты просто фарм. Ну, это не есть приятно, короче. Шестой за все время, вторая страница, говорит. Да, вот он, Женька сказал, что он наверху здесь. Так, давайте еще раз, ребят, потому что стрим прошел по пизде. Да, да. Давай, Жень, пройдемся еще раз. Не вопрос, это не сложно. Характеристики, ребята. Средние на шестом уровне, это примерно 6,5-7 тысяч. То есть, это характеристики, с которыми ты себя чувствуешь комфортно и можешь спокойно фармить 11-й, 15-й уровни. Так, как вы видите, двойное увеличение характеристик, это донатный персонаж. Ну, то есть, поэтому, так скажем, надо очень хорошо постараться, очень хорошо постараться, чтобы выкачать эти характеристики. Знаю, за счет чего выкачали характеристики. Ребят, у меня 250 миллионов награблено. Человек сидит на уровне и награбил 244 миллиона. То есть, это просто шедевральное количество. То есть, еще раз говорю. Если вы считаете, что граб в этой игре ничего не играет, вы глубоко ошибаетесь. То есть, можно очень хорошо выкачивать характеристики. Не знаю, сейчас у Женьки, наверное, там улучшение стоит, наверное, тысяч... Тысяч 35, наверное. Может, 50 тысяч, одна галочка за улучшение стоит из-за таких характеристик. Так, турнирка у него. 31 турнирка и 10 кошмарок. Закрыл кошмарки он все, ребят. У многих не закрыто, даже у меня. Единственное, что я сожалею, что ты никому не дарил подарки. Значит, человек жадный и этим не отличился. Хотя, персонажу, короче, два года. Надеюсь, скоро у тебя третий год. Будем праздновать вместе. Я увижу в группе твой скрин. Обязательно. О том, что ты прошел свою отметку. И я до сих пор считаю, что ты ботовод. Не знаю, как и что. В общем, ты еще, короче, тот ботовод. Ребят, я вижу. Дропплей, вижу, вижу. Все донаты я вижу. Я все донаты вижу. У меня весь список есть. То есть, ничего страшного. Поздравляю тебя с одним местом. До второго, видимо, не дошел. Ну и правильно, Жень. Ну не надо. Хотя бы один раз взял. Появился, короче, этот кубочек. И все. И все нормально. Дальше, короче, напрягаться не стоит. Ну, здесь я, короче, ничего не смотрю. Жалко, верхних кубков нету. Хотя у тебя персонаж очень хороший. Но я вижу, что ты сильно, как бы, не донатишь. По клетке я уже понял, что ты за эту акцию вкачал. Ее плюс три, по-моему, насколько я понял. Но желательно качнуть его плюс пятнадцатую. Чтобы у тебя была возможность вытащить питомца. Но по питомцам я уже разбирал и смотрел. То есть, жалко, что у тебя нет децибела в голову. Для твоего уровня ты мог бы быть просто шедевральный. Дальше, не знаю, какой у тебя хищник. То есть, хищник вообще имеет классную вещь. Не давать выходить другим питомцам. Поэтому, если клеточку выкачаешь до пятнадцатого, то есть, выбирай себе питомца, который будет сразу же доевать тебе неплохой баф. Оружие, я знаю, двадцать пятый у тебя. Басмач. То есть, поэтому я вижу, я это оружие, как бы, не считаю хорошим. Потому что у него нет дополнительных бафов. Но, так как персонаж полностью идет в атаку, то есть, выкачал фехтование, я знаю, даже первую помощь взял. Ну, как бы, тут такая ситуация. Я понимаю, что ты не рассчитываешь на реанимацию. Возможно, у тебя стоит Фрэнки. Возможно, у тебя апнутые. Вот очень хорошо. Поэтому, ну, то есть, реанимацию ты не используешь. Это чисто атакующая тактика. Она рискованная, но она часто себя оправдывает. Вижу, машинки у тебя не полностью выключен. И Мустанг ты не выкачал. И Катюша у тебя слабенькая. Ну, блин, зато характеристики классные. Вот, кстати, это человек, который может научить вас грабить. Сразу говорю, у него есть свой канал. Можете найти у него. Он, скорее всего, делал видосики по грабу. Потому что у него действительно шедевральный граб. И, то есть, с этим надо, как бы, мириться, так скажем, получается. А так, персонаж классный, на шестом уровне сидит. То есть, я сразу говорю, пятерка. Это чисто за характеристики. За двойные характеристики я тебе ставлю шестерку. То есть, это стопроцентно. За турнирчики, да, я могу поставить выше, но там питомцев. Я не вижу всех питомцев. Питомцы все недокачаны. То есть, большинство. Клетка недокачана. Поясочек недокачан. Поэтому 6, 6,5 это максимум, что я могу дать. Хотя, классный, я имею ввиду, персонаж. Потому что на твоем уровне петты мало что решают. За исключением тех, которые дают неплохой баф тебе за счет лечения. Или дополнительных возможностей. Как, допустим, то же самое отнятие характеристик у хищника. Или последний шанс. А так, персонаж классненький. Так, давайте дальше, ребят. Давайте дальше, Эдди. Привет. Привет, ребят, всем, кто пришел. Привет. Кот, я тебя тут только что вспоминал. Еще раз говорю, кот, что граб имеет очень большое значение. То есть, вот человек у нас выкачал характеристики без всяких напрягов на 34 и выше даже. Так. Флай прошел. Так, Николай пришел. Коля с нами? Нет. Никола, отпишись, пожалуйста, если ты с нами. Так, Виктор. Виктор, старый мой дружбан. Старый, старый, старый. Прям как древний, как мама. Только его не вижу. Блин. Ладно. Я понял. Где мои растаманы? Все заморозил. Только не говори, что ты ушел. И бросил. Блин. Как ты мог? Виктор, я не вижу твоего... Я график, я не против. Да просто ты в такую дискуссию прям, кот, со мной вступал. Я прям был очень... Слушай, я не могу, Виктор, я не могу найти твой персонаж. Скажи, пожалуйста, поточнее, как он пишется. Ты с нами? Да не, кота, ребят, я ко всем отношусь хорошо. И с котом я в хороших отношениях. Мне он нравится. Он позитивный, классный человек. Да, вот я и говорю... А, вот, Ростаманы. А не Ростаманы, а Ростаманы. Ростаманы. Я же их оценивал. Да. О, Ростаманы. Где ты? Нет тебя здесь. Где ты прячешься? Ростаманы. Да я пробую и так, и так. Никак не получается. Ты что, видишь? Групповой, имею в виду, нету. Вик, напиши, пожалуйста. Слушай, не могу. Я пытаюсь вытащить ник, который ты прислал для оценки, и он просто не проходит. Видишь? Ну, то есть, персоналку кидаю. Нет, нет, не забыл, не забыл. Не забыл. Дропплей, не забыл. Ты, короче, стоишь чуть-чуть дальше. Ты стоишь после Тедебьони. То есть, ты третьим персонажем. Раз, Туманы. Во, во, вот. Я же думаю, что у меня лидер, то есть, не должен никуда выйти. Вик, Вик, вот ты где-то ошибся в какой-то букве. Привет, Вики, привет. Добро пожаловать на стрим. Итак, давайте глянем, что у нас есть. Ребят, 28 уровень. Так, Виктор, короче, тебе надо топать семимильными шагами на 30 уровень, а сейчас фармить кучу мандаринов. То есть, просто тупо выходишь на территорию и фармишь мандаринки. Для 28 уровня я почему не оцениваю, потому что эти уровни вводились, как скажем, временные, потому что по стриму администрации, если вы смотрели, была задумка, что 30 уровень будет в лиге топовым и все будет сдвигаться в соответствии с этим. Поэтому вводимые 28, 29 уровень, они просто переходные. И поэтому на них сейчас, как бы, характеристики не имеют никакой роли, потому что разница с 30 уровней, которые сейчас находятся в топе, это просто колоссальная. А так, характеристики, ну, даже до средних, наверное, не доходят, потому что 28 уровней, скорее всего, там характеристики должны быть примерно где-то около 100 тысяч. Ну, это я так прикидываю, потому что 27, 26 уровень, который я смотрел, там донаты с характеристиками в 60 тысяч, это большое количество, их прям там 40 тысяч, они прям сидят, вообще никаких проблем. Самый сейчас, кстати, сейчас посмотрим. Место на районе даже первое взял, вообще красавчик. Так, 22, ребята, 22.09.2016 человек взял 3 года. То есть, еще, у меня с ним разница ровно в год, то есть, получается, он начал, короче, играться с самого начала, я буквально через год пришел к этому проекту, то есть, ну, по крайней мере, по моему этому. Вот, я про что говорил, имею в виду, что не было подарков, даже ни випки, ничего, то есть, ну, хорошо, молодец, Виктор, хотя бы здесь выделился. Жалко, что Жека не прошел это, у него персонаж как бы новенький, он не застал. Раньше возможность подарков было дарение с 7 уровня, насколько я помню, не прошло такое. Не понял, почему ты не прошел ни одной кошмарки, надо было хотя бы один раз усилиться и пройти. Все-таки 25 рубинов, как-нибудь соберись, опройтись. Привет, док, оцени Белугин, 18 или ВЛ. Кстати, Флы такой на последнем стриме говорит, такой буду копить рубини на Легуар у него бил, и там не больше 10 рубинов, и сегодня уже слегли ходить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, это красавчик, конечно, если он Легу выкачал сам, просто вообще прям молочина. Так, экспедиции, кстати. Виктор, приходи, имею в виду, пиши мне заранее, есть возможность, то есть, прямо классная, провести просто экспедиции у нас. У меня многие, кто были, собирали значок экспедиции, то есть, вот здесь вот, вот. Ну, насчет башни я тебе как бы, ну, не советчик, не скажу. Обычно хотя бы один раз, ну, то есть, стоп, занять надо. Хотя бы один раз, просто тупо, чтобы стоял этот. Но, чтобы занять, надо с кем-то списываться, то есть, потому что ходят в башню толпой. Ну, это очень тяжело. Ну, блин, персонаж древний вообще у тебя. Так, оголек 11, ты выкачал, вижу, стараешься, молочина. То есть, дальше клетка 10, выкачал, хорошо, все, прекрасно. Так, князь максимального взял, Френки 10, да, Френки нормальный. Вот, ребята, еще один обладатель осинового кала, блин. Только единственное, у него фича, слушай, вытащи с него аркон на талант, нафиг он тебе нужен. Поставь ему силу, потому что он кровотечение теряет, видишь, от силы атакующего. То есть, тебе надо по максимуму на этом осиновом кале усилить, ну, саму характеристику, получается, за счет этого. И вот, кстати, можно под него перекачаться. Ну, ладно, это так. Это просто классный артефакт. Если честно, это очень хорошая вещь. У многих он старых, древних есть, я, к сожалению, его не застал. Леденец 23 уровня. Ну, тоже хорошее оружие, прям классненькое. Единственное, что... Просто таланта лишает. Так как у тебя таланта много и выкачан адепт, то есть, возможно, и играет роль. Ну, скорее всего, нет. То есть, ну, такое себе, скажем, оружие. Ну, то есть, даже выкачанное 25. Прокачаешь его на 25, продай его нахер. Просто продай, купи себе что-нибудь такое с массовым уроном. Дальше на 30 уровне будет ролять только массовое оружие. Там 100%. Осиновый кал, говорит. Осиновый кол, ребята. Тем, кого нет, я себе очень хотел, кстати, его. Я его первый раз увидел. Да, у него характеристики слабые, но у него баф большой. То есть, в отношении... Ой, ёп твою мать. Ё-моё. Блин. Ну, Виктор, короче, апыся на 30 уровень. И переделывай характеристики под одно оружие. Во-первых, зайди в базу оружия. Выбери оружие себе на 30 уровне. Ну, желательно вот 29 уровень коса. Либо 30 уровень шест. Либо на 30 уровне ещё есть бензопила. То есть, тут выберешь и под неё перекачаешься. Допустим, можно взять Геракла. Выкачать его на 2 уровня. Потом взять то же самое, получается, фиктование. Выкачать часть. Ну, это такое. Всё зависит, говорю, от оружия, которое ты возьмёшь. И потом уже брать отдельными пассивками. Как ты перейдёшь на 30 уровень, характеристики сразу будут мелкие. Поэтому, я не знаю, не успеешь, наверное, ты, братан, к акции последней. То есть, сейчас будет февральская акция. Если ты успеешь апнуться на 30 уровень, именно до Дня Святого Валентина, есть вероятность получить на халяву студию. Поэтому, там можно будет ещё посражаться. А так, Виктор, ну, тяжело, слушай. Прям реально тяжело. Потому что много умений у тебя. И ты их все за бой в 100% не используешь. Ты, ну, как бы, ходячее мясо, которое много колдует. Вот, это моё мнение, как бы, такое. 92. Весёлый, энергичный ребёнок. Вообще, просто прям классно. С осиновым колом. Надо добавлять. 92. 92 миллиона. Ну, слабовато, конечно. Посмотри, он сейчас Флая смотрел. Посмотри на мой граб там. Ребят, ну, 200 миллионов награбить, это можно. Тем более, у тебя персонаж настолько древний, как Мамонт. Прямо Мамонт-Мамонтовый у тебя не персонаж. Ну, судя, короче, по питомцев, по половине выкачаны. И по характеристикам основным, слушай, ну, не могу тебе поставить высокий балл. Даже до пятёрки ты не дотягиваешь по-нормальному. Если, судя, ты мясо для 30-х уровней, для фарма. Вот, что я могу сказать. Поэтому, где-то всего 4. То есть, не больше. Надо очень сильно стараться. Потому что, ну, много недочётов, много нюансов отдельных. По сути, по-нормальному. И основной из них является хаотичная тактика. Которая, ну, абсолютно тебя разбрасывает. То есть, ты вроде как бы рассчитываешь на одно, а персонаж делает абсолютно другое. То есть, вот такая ситуация. Так что, 4 только балла. Так, давайте кого-нибудь бесплатного оценим. И я хочу воды попить. Вообще, у меня куя... Когда долго говорю, у меня как робот начинается. Ассасиновый кал. Ай-яй-яй. Сижу, смотрю. Всем привет, ребят. Всем привет, кто пришёл. Ну, кто смотрит, кто примерно хотя бы оценивает. Можно смотреть на похожих персонажей. И примерно себя представлять, если кто-то не успевает. Эдди, я тебя оценивать не буду. Дайте другим людям. Так. Следующий. Тибионис. Тибионис, какая у тебя корона прям. Прикольно. Ну, желательно, конечно, что на коленнике, что это не использовать. Это для башни. А по сути, по-нормальному, два вида всегда очень красиво выглядят. Что в башне ты один, а в студии ты другой. Поэтому, своеобразно всё так. Вижу, что не докачала галька. То есть, слабоватый. 13 уровень характеристики под 3000. Ой, как тебе подтягиваться, братан, надо. Просто шедеврально. Это первое такое, серьёзно. Второго. У тебя нет второго амулета. Без второго амулета вообще просто, ну, плохая жизнь. Блин, так вот, так знаешь, мне нравится, когда ты сидишь и говоришь, можно что-то похвалить персонажа, а за что-то можно, короче, ругать. Вот у тебя, первое. Недокачанные характеристики. Второе. У тебя слишком много оружия. Это сразу, то есть, бросается в глаза. Третье. У тебя нет амулета. Четвёртое. Недокачана студия хотя бы до 10 уровня, чтобы можно было вставить два аркона. И вот я думаю, что я сейчас на умение перейду. И скажу, что ты хаос. Нет, к сожалению. Не так уж много, короче, гадких умений. То есть, ну, хотя бы как-то распределено. Но. Всё равно хаос. Всё равно хаос, короче. Всё равно 5, ребят, из 5. Не могу я много дать. И 1 миллион грамма. Советую тебе, во-первых, остановиться на какой-то из лик. Смотри, ты постоянно апаешься и идёшь вверх. То есть, когда ты идёшь к 30 уровню, то есть, там будет всё очень тяжело. Советую тебе зависать на каких-то из уровнях. Посмотри, лик много. То есть, на какой-то из них остановись и потихоньку прокачивайся. То есть, когда ты прокачаешься, там, характеристики примерно, короче, хотя бы до 10 тысяч, уже посмотришь, куда тебе можно и где пойти. По крайней мере, и на мехах ты станешь посильнее и вообще, как таковой. Дальше. Под эту же, вообще, как текущую ситуацию, когда ты выберешь, где ты будешь останавливаться, посмотри под её оружие. То есть, это тоже так же. Есть база студии, то есть, и база оружия, где полностью можно подобрать себе весь имидж, который будет у тебя на твоём уровне. То есть, и стремишься, как бы, получается, играя, занять именно все вот эти вот слоты и постепенно-постепенно увидишь, как персонаж начнёт расти. То есть, главное просто стараться. Это, ну, как бы, самое главное и основное в игре, потому что игра, ну, как бы, получается в виде развлечения, тогда ты, получается, мясо для остальных. Ну, такое, скажем, получается. Ну, плохой персонаж, если честно, очень плохой. То есть, это за старание, могу сказать, только полтора. Только полтора, поэтому, ну, ну, никак. А, ты ещё и новенький. Ты новенький? Ну, тогда тебе, кстати, с ложки надо пройти. Подкопить чуть-чуть расхода, приходи на с ложки. То есть, мы с ложки проводим часто, хотя бы себе рубинчики заработаешь. Рубинчики заработаешь адекватно, всё у тебя будет. А так, слоты открыты, всё нормально, короче. Тебе просто надо тупо развиваться и подобрать себе тактику для, ну, для дальнейшего, короче, движения. Пока у тебя хаос основной. Так, мне нравится, человек написал, а я его ещё бесплатно оценил. Ну, ладно. Так, акула туруру. Нет, так, ребята, медофил. Следующий у нас. Это, получается, я двух людей оцениваю. Одного за донат, одного, как бы, ну, бесплатно. О, 30-й уровень. Девочка. Ой, какая красивая. Ну-ка, отпишитесь, это мальчик или девочка? Давайте я уж буду говорить, как бы, основное. То есть, если это девочка, я буду тогда на она обращаться. Если мальчик, то буду разговаривать, что у тебя такой-то персонал. Оксан, можно кого-нибудь попросить воды принести, а? Рита! Принеси папе воды, а? Принеси воды. Не, бутылки нету, её никто не наливал. По-моему, да? И надо идти за ней на кухню. Сегодня пост видел. А-а-а! Я просто... Привет, привет, на миг. Привет. Добро пожаловать в ликвы. Просто горло, если я сейчас долго буду говорить. Мальчик. Всё, я понял. Медофил понял. Прекрасный выбор. Я многим говорю, ребята. Так как у нас переход получается и перекос в сторону мужских персонажей, то есть, где-то 30 персонажей играют женских и 70 мужских, лучше выбирать женские персонажи, чтобы больше использовать основной навык, который у них есть. А так, давайте поехали, ребят. 30 уровень. Характеристики средние. Сразу говорю, это 100% пятёрка. Сразу же пятёрка. Просто потому, что 450 характеристики вкачать, это уже хорошо. Дальше сейчас перейдём сюда. Так, 3 года персонажу, 18-го. А я старше на целый год. Ну ладно, это не смысл не в этом. Поздравляю. То есть, в 15-м году человек начал играть. Кошмарки все пройдены, вообще красава. Подарков подарил человек. Тоже молочина. 100 суперпризов. 10 раз победил в башне. Есть чем похвастаться прям. Знаешь, я когда говорю, что что-то есть. Экспедиции пройдены, мехи выкачаны. Ну, то есть, много выкачано, если честно. Вообще молочина. Получить 20 фрагов за один бой. Ну, я понимаю, что топ, короче, выполнить не можешь. Топ у меня где-то остался. Мы, короче, рекордом, я помню, выходили. Короче, мы 30 фрагов сделали на тычках. Без единого, короче, граната, фаза. Просто на тычках 30 фрагов сделали. Там такой смех был вообще, просто жесть. Просто выбивались. 100 кошмарок почти. Давай. Как только 100 кошмарок будет, меняешь, короче, в инфо написание на йо-хоу. И ставишь число. Что хотя бы сотни, короче, было. Место на районе. Блин, я столько, ребят. Я реально место на районе даже взять не могу. Я не знаю, сколько надо там долбить, сколько надо слить, но... За два места на первых, ну, как бы, поздравляю. Если занимал где-то на каком-то уровне более низком, ну, хорошо. То есть, тут как бы никаких проблем нету. Бендер восьмой. Ну, ой, так. По питомцам. По питомцам. Блин, надо качать клетку. Слушай, сейчас же идет акция на мандарины. Почему клетка так плохо у тебя выкачана? Или ты будешь... Или ты, по моему совету, качаешь последнюю акцию. То есть, это тоже... Я многим говорю, ребят, что клетку открывать в самый последний это. Хо! Андрюх пришел. Привет, привет, ребят. Привет всех, кого не видел. Кто имею в виду это? Я оцениваю персонажи, пока там, короче, не просматриваю. Так. Тридцатый, 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 тридцатый. Все, все на тридцатый уровень. Все красава. И, скорее всего, наживку, да, большинство арконов. Ну, да. Согласен. Все наживку закинуно. То есть, как и положено. По сути, по-нормальному можно было распределить. Ну, ладно. Это уже не критично. То есть, обычно выбираешь, тебе придется баланс, короче, выравнивать именно тем, что придется закидывать, короче, туда. Грейми кидать и так далее. В общем, силу тебе надо до пятисотника качать будет. Хотя бы, чтобы нормально выровняться. Основные навыки же все у нас идут ударные от силы. Так что, как-то новыми ввиду. Все сложно. А так, блин, ну... Как говорю, рубинов нет, качайся... Блин, качайся просто. Качай, бей мандарины. Так, крит. Две брони. Да. Отлично. Средним и тяжелым оружием. Прекрасно. На защиту. Защита, 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 защита. Ой, спасибо, дочь. Надо было стакан. Ну, ладно. Защита. Атака. Атака. Ну, давай, защита, защита. Атака. Защита. Короче, только вампиризм лишний. По сути, вампиризм можно было перебрать. Вот здесь вот. Ну, он как бы не нужен. И вкачать его в оружку. То есть, я просто не знаю, какое у тебя оружие основное. Что у тебя есть. Кислотрон. Кислотрон. Ну, с кислотроном фигово. Сразу говорю. Кислотрон. Если ты его пытаешься качать... Пожалуйста. 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 Если ты пытаешься кислотрон выкачать, но слабо. Я вижу, что у тебя еще пила стоит. Я про нее тоже сегодня уже говорил. То есть, если ты будешь качать бензопилу, тогда качай Геракла. Ну, то есть, выбери оружие, с каким ты будешь драться. И парочку навыков, короче, выкини. Ну, отсюда желательно убрать. То есть, многие говорят, то есть, ну, как бы не надо. И можно, допустим, молнию поставить. Еще бы хотя бы один атакующий. Можно поставить полет дракона. То есть, тоже пойдет. Так. Огневая поддержка. Броневик слабый. Не докачало, блин. Е-мое. Ребят, было все. И броневики были. Блин, слушай, у тебя персонаж такой древний. Пропустил акцию и на Мустанг пропустил. И причем три акции на Мустанга было. По-моему, три акции было на броневик. То есть, это из таких, короче, этих. То есть, много что было, по крайней мере, я... Оцени Плес, Моздрачула. Раз уж бесплатно не оцениваешь. Не, я оцениваю. Иначе до 10 рублей. Макс, я оцениваю бесплатно, оцениваю. Просто я перекидываю и туда, и туда. Один платно, другой бесплатно, чтобы, ну, побольше, короче, пройти успеть. За полтора часа, ну, то есть, я нормально прохожу персонажей. Жалко, что Николая нету, так. До воды, ребят, горло пересыхает, когда много говоришь. То есть, надо просто запивать, чтобы было так. Хотя бы как-то. Ракетный зал. Блин, слушай, машины очень недокачены, Медофил. Прям очень недокачены. Надо прям было бы вкладываться. Машины дают хороший баф. У тебя характеристики были очень хорошие. Считает, Катюша там только полюс 15 дает к базовым характеристикам. То есть, характеристики у тебя можно было до 60 тысяч, вернее, до 600 тысяч поднять. Вообще в легкую, просто машинами тупо поднять. Ну, ладно. Ха, 353. 353 миллиона. Ну, я тебя поздравляю. Классно. То есть, все своеобразно. Так, ну, пока, короче, получается, ставлю тебе чисто 5. То есть, это... Привет. Можешь оценить и подсказать, какие взять умелки в защиту. Только недавно вернулся в игру. Играем месяц. Когда вернулся стат, и были 13к. Ник Лучик и он три Лучик, Лучик третий Хорошо, гляну Надо будет, сейчас все равно пойду За бесплатным Блин, у тебя хороший крит Вот реально, прям здесь хороший крит Надо, короче, выкачивать Оружие тоже не выкачано, слушай, не могу поставить Сильно много, потому что средние характеристики Есть, но больше выдающегося ничего нет У клетка не докачана Поясочек, короче, не с топовыми характеристиками Ну не знаю, если честно Ну пять с половиной, пять Ну не больше, не могу просто больше дать Потому что я считаю свой персонаж слабым И даю ему характеристику примерно Где-то пять с половиной То есть, а я тебя убиваю Так что тут такая своеобразная ситуация Так, давайте дальше Поехали Так, двадцать один, двадцать шесть Блин, ребята, кто-то проскочил Либо кто-то не писал Слишком много сообщений Так, двадцать один, двадцать восемь Двадцать один десять Так, сейчас пошел Мухомор Так, Аликейт, Родион Так, Родион Родион с нами? Нет сейчас Пусть откликнется Если есть в чате Пусть что-нибудь напишет Я пока на него перейду, наверное Так, Родион Этих просто рано писали Пятьдесят девятый Рокер есть Мистер Дарк Челли шла на на планку Дарк, да, возможно, кстати, буду еще Родион с нами? Просто не вижу Не могу быстрее, ребят Ну, я и так быстро оцениваю Насколько можно Но надо разбирать же персонаж Иначе не интересно же Интересно же знать Чего можно сделать То есть с персонажем Как его переделать И слепить из него Я вижу, Макси Макси, я вижу Но ты где-то в конце Вот, смотри, ты где Ты в 21.07 Прямо аж Так, я просто не вижу Родион с нами, не с нами То есть могу быстро его пройти Так, двадцатый уровень, ребят Двадцатый уровень характеристики Тридцать четыре тысячи Ну, это хорошие характеристики Для двадцатого уровня Это уже выше среднего Адекватно За пятнадцатую клеточку Тебе прям Прям плюсик Молодец Если ты качал ее в эту Вообще прям хорошо Поясочек, конечно, не докачал Но если на летнюю акцию будет еще То можно его вкачать А так Так хорошо и кольцо И сердце Не знаю, апаешься, не апаешься По-моему, нет Нормально сидишь Выкачался всю студию на 10 Жди крионизатор, Родион Прямо жди крионизатор Без него вообще никуда, короче, не двинешься Потому что Ну, дальше, короче, улучшение Оно, во-первых, дорогое Во-вторых, оно гадкое То есть там Здравствуйте Оцените аккаунт 5ЛВЛ Ребят, пожалуйста, не бросайте больше донаты Пожалуйста Если я так буду сидеть, короче Ну, часа 2 То есть Это вот просто очень тяжело Я столько много разговаривать Просто не могу Пожалуйста, не бросайте Уже и так много Прямо реально очень много получается Уже 10 аккаунтов То есть на полтора часа Ребят, смотрите Смотрите, 14.01.2020 Человек взял Вообще Ну, как бы Родион, я тебя поздравляю Поздравляю с трехлетием Добро пожаловать в наш клуб Так скажем Клуб Олдов Так уже называемый Ну, встал в очередь На оценку Жду Блин Граба Ну, граба, кстати, тоже Не сильно Не сильно мало Так скажем 140 миллионов Ну, 148 То есть хорошо Человек за три года Прямо реально Очень много награбил Прямо хорошо Ну, а так Блин Надо поясок, конечно, качать Надеюсь Питомцы адекватные Кстати, можно было напасть Чую Есть же Оружие Осколыш Гвоздопалка Низкоуровневые Да, что один Что второй Блин, можно было, кстати Оружие адекватное Под 20 уровень Это, конечно, подобрать Там же бита есть Причем бита нехилая Прям классная Оголек Блохиш Торгончик Смерть Ну, своеобразная, конечно Там Слабенько И по питомцам слабенько Все-таки Не могу я, короче Характеристики хорошие Да, прям адекватные За то, что они даже выше средних Где-то 5,5 Но не больше Жди креанизатор У тебя основная, короче, фича Сидение на уровне Это креанизатор Он тебе нужен, чтобы апнуть студию А потом уже будет на наева На наева будет Где-то, получается Либо на 8 марта Либо будет там На День Святого Не знаю Где она будет Но будет в каких-то подарках То есть, соответственно Может на 23 его вытащат И она Если даст тебе баф Неплохой даст По Арконом Так что Будет Арконы менять Все поменяешь Отдельно И будет классно Да 10 уровень является Как бы переходным Родион Тут Ну, ничем не поспоришь Так Кто Так, ставь, ребят Следующий Так Медофила оценил Так Коя Белугин 18 уровень Белугин 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 18 уровень Итак 18 уровень Продолжаем, ребят Оценивать донаты Из лиги По просьбе Коя 18 уровень Ребят Характеристики 150 тысяч 150, блядь Тысяч Характеристики Просто Вообще На 18 уровне Охреневший Чувак Просто Прям Прям Вообще Ребята Смотрите Если я говорю Что человек Наносит Мне из низких Уровней Хотя бы 10 миллионов Это хороший Персонаж Вы посмотрите Он нанес 31 миллион То есть Я израсходовал Все возможные Бафы Которые есть Вообще Все израсходовал Просто Это Это шедевральный Персонаж Я просто его знаю То есть Здесь это Даже сильно Можно короче Не просматривать Трон Человек Выкачал Трон Кибертрон Это один из Обладателей И всего Трое Ребята в игре То есть Соответственно Кибертрон Просто Человек Конфетка Я так Дальше Ну Здесь слабовато Конечно Марка Можно было Взять И еще Но Даже этот Марк То Дает 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 Дополнительный Баф Дает Защиту Прям Очень Хорошо Так 18 Но тут Я не буду Потому что Как бы 18 уровень Человек подбирался Человек сидит Он старается Он является Топом В своем Уровне То есть Ребят Тут 1200 Получается Вообще 1200 1200 Турниров 119 Ребята 40 1100 Экспедиции Кубки Первое место В турнире Best of the best Ребята Третье место Блин Ну Это Это легендарный Ребят Персонаж Он древний Вообще Как таковой Ну То есть Хотя Младше меня Но Столько денег Я вкидывать Не буду Я сразу говорю И Башню Все взять Не может Белугин Наворачивает Экспедиции Наворачивает Всех В турнирах Забирает Место Забирает Влиялку А башни Кого в башне Все имеют Раз Два Три Раз Два Три Наш Белугин Наш Белугин Раз Два Три Раз Два Три Кстати Специально Я знаю Он Красавчик Он на Семилете Он Старается Сделать Короче Все кубки Золотыми Не сильно Спешит И Кстати Не успел На подарки Я знаю Он даже Мне подарки В свое время Тоже кидал То есть Спасибо Вам большое Я его помню С того времени Еще То есть Но К сожалению Блин Никак Если вернут подарки Или какой-то уровень Тогда можно будет Выкачать его Обратно А так Только шестилетие Просрал Только сто Там вылетит Остальное Все прям В идеале Но ребят Это Это стопроцентная Десятка Это Зверский персонаж Тут Можно Короче Долго Про нему Говорить И как бы Ну все понятно Да Один миллиард Это просто Это просто Один миллиард Ребята Это Один миллиард Вообще Вы представляете Вообще Эту сумму Это Это Учесть в том Что он Намного Много Короче Меньше Меня То есть Он получается На год Играет Меньше Ну как бы Год меньше Чем я Играет Я бы столько Быто Ладно Короче Но Он донат Ребят Это донат Высокого рейтинга То есть Тут Никуда Не попрешь Просто Просто Ребят Я На таких Донатах Как бы Ну За счет Их игра Держится Так скажем Я так всегда Говорю Не будет Донатов Не будет Развития Игры Не будет Нанимания Программистов Белугин Классно Молодчинка Держись Так же Так Дальше Ребят Пошел я На третью Страницу И смотрю Так Дальше У нас По оценкам По оценкам 21.1 Так Подожди Еще Погоди 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 21.59 Рокер Дарк Дарк Тиреоне Родион Так Третий В самый низ Али Кейт Ребята Али Кейт С нами 17 уровень Али Отпишись Пожалуйста Если ты с нами То есть Чтобы я Нормально Разбирал Если Не с нами Тогда Да Ни разу Не видел Видел Я видел Белугина В башне Сразу говорю Несколько раз Увидел Даже здоровался Мимоходом Но к сожалению Он плохо играет Видимо В башне Там же не силы Решает Там решает Кооператив И наглость Поэтому Как бы Как бы так Итак Лунные волки Лунные волкам Привет Эли Кейт Это Давношняя традиция Пошла Короче Пошла Она Так скажем Из разряда Первых Короче Оценок Еще древних Ребят Не кидайте Донаты Пожалуйста Спасибо Ребят Спасибо За поддержку Я Я очень вас люблю Я очень вас люблю И очень ценю Вы Мне не дадите Уйти Итак 17 уровень Ребят Характеристики Под 32 тысячи Характеристики Выше среднего Сразу говорю Характеристики Примерно Около 20 тысяч Надо иметь Короче От 17 До 20 тысяч Это Прям Вот так Хватает Чтобы адекватно Фармить 17 уровни С такими Характеристиками Фармят 26 28 Уровни Там Столько Мяса Просто Вы не представляете Там И хорошо Влиялка Бьется Короче С них И граб Идет Хорошо Так как Там Зарплата Намного Лучше Плюс Она Еще Ой Там Короче Там Много Чего Можно Высматривать Так что Составляй Келли Себе Список Прямо И туда Короче Добавляй Полумертвые Персонажи Чисто За счет Парочки Вещей Можно Вытаскивать Прям Там Очень Хорошо Ну я Думаю Что Свои 156 Миллионов Граба Можно Увеличить В два Раза То есть Но Как и говорил То есть Если есть Возможность Бить Мобов Так как С мобов Сыпятся Всякие Значки И так далее И это Самое Классное То есть Поэтому Надо искать Такие моменты Для хорошего Грабежа Когда Ты Мобов Либо можешь Бить Либо это Долгий Период Это Летняя Жара Это Там Кто еще День Музвара Там по моему Типа такого Вот где Короче Можно бить Чисто Не за Подарки Там А Просто Так Мимоходом Так скажем Там Период Длинный Как Хэллоуин Там Он тоже Огромнейший Период Поэтому Вот там И там Везде Лупишь Так Клеточка Клеточка Десятая Ну еще Надо качать Прямо Вот еще Качать Надо Смотри Сколько Питомцев Их надо Качать Оголек Пока Четвертый Выброси Его Он как бы Лишний У тебя Характеристики Неплохие Оголек Тебе Бафа Не дает Большого То есть Он пока Лишний Кристаллоид Девятый Мара Шестая То есть Вот по сути По нормальному У тебя Что вот это Вот это Вот это То есть Оно Мясо Оно отвлекает Тебя от ударов У тебя удары Намного сильнее То есть Тут надо Короче Смотреть Что ты хочешь Либо вызвать питомца Который тебе Ира не дает Либо Ну то есть Соответственно Вкачиваться И та же самая Эли тебе Сама идея Что тебе надо Ждать Крионизатор То есть Ждешь Крионизатор И пошел Короче Как накопишь Нормально Адекватно Крионита Переходи Короче Аппой десятый Аппой до пятнадцатого И пожалуйста Ну не выходи далеко Я понимаю Что студия Подобрана Подобрана Под твой уровень То есть Даже Наваха Взято Я должен знаю Из-за чего Многие берут Чисто из-за силы Там у нее Навахи Говно А вот 10% к силе Прям Наваха Прям очень классно В этом отношении Так что Да Я согласен А вот если еще Оружие микрофон взять И его прокачать Этот микрофон До какого-то уровня Там До пятнадцатого До двадцатого Я дурачок И кинул тебе Денатик Понял Люпин Спасибо То можно Короче И талант еще добавить Там талант Еще 5% Можно по-моему Бахнуть Ну ладно Это мелочи Так Ловкость Талант Живку Все три навыка Первых которые есть Все в мусор Просто в мусор Пассивки Короче Таковые нет Лучше сделай ударку То есть У тебя сейчас Стоит домохозяйка Первого уровня Вот здесь вот Вот эти вот навыки Лучше брось сюда И добавь крит Будет прям Очень классно Блокировку Можно заменить На броню Смотри У тебя такая Интересная вещь Можно Выкачать броню Так как тяжелого оружия Док по-братски Сделай мне норм рекламу Точнее моего перса Я хочу найти Очень хорошую группу Для граба Или славу Могу сменить стил Если группа Будет Вапши топ Охо Нифига Нифига себе Так тебе легче писать Коэль Это не то Надо реально просто Писать людям Которые с адекватными Группами И будет классно Крит Питомцы у тебя Ну там на раз На два Удара Я понимаю Взять там Фрэнки С его воскрешениями Машинами Которую дополнительно Взять Хищника С его Ну получается С его Последним шансом Кинг-конга С децибелом Но это вот как раз Те моменты Которые как бы Дают баф Хороший от питомцев Ну тебе реально Не хватает ударки Просто тебя Перебьют Ну то есть Такая ситуация Интересная Да навыки хорошие Но Надо Сделать ударку Или Надо сделать ударку Потому что Без ударки Как бы Ну ничего не будет Посмотри Есть Персонажи Семнадцатого уровня Я многим уже говорил У них Разные есть Они выкачиваются Под оружие Зайди Найди Базу студии Мою То есть получается Там внизу Ссылки две У меня Под каждым видео Ребята Эти ссылки есть Перейди Подбери оружие На семнадцатый уровень Я предлагаю Взять улавлятор Среднее оружие Два дополнительных бафа Прям очень хорошее Причем Баф молнии Там идет по умолчанию Да там нет кровотечения Но баф есть Очень хороший Прям Оцени Плиз Януб Биг Смок Привет Привет Ну и как бы Домохозяйка Ладно Вроде все сказал Все сказал По грабу Все сказал Даже место в турнире Красава Где вообще Откопало Я не знаю Ну молодец Тоже башни нету И Девятнадцатый год Девятнадцатый год Но Ну ничего Еще Двадцать перв И так Ровно через год Будет уже четыре То есть Так что все нормально За это время Можно было и поясок Выкачать на плюс сорок В общем Как-то примерно так Ребят Ну за характеристики И все даю Реально Это пять баллов За недокачанную студию Не могу За питомцев Тоже не могу Клетка недокачанная Тоже не могу Единственное что Характеристики выше Средних Примерно на десятку То есть на половину От того что есть Поэтому еще могу Ноль пять набросить Где-то пять с половиной Персонаж очень хороший То есть Можно дальше развивать Причем самое интересное У него еще Много-много Вперед есть Ходов То есть Их можно просто Пересматривать То есть Постоянно Короче Ища Разные Ну то есть Я лично Вот Я несколько раз Перекачивался Я перекачивался Под кастет Я перекачивался Под массовое Среднее оружие Потом перекачивался Под массовое Тяжелое Дистанционное оружие Несколько раз То есть И перекидывался Характеристики Все время И Меня все время спрашивают Типа Зачем берешь Саботаж Тот же самый Ребят Я не всегда Дерусь с донатами Не все из них Имеют Адекватное оружие А у меня всего Два оружия Я такое часто Бывало Что я забирал И лазерный меч У противника Короче И забирал Там Темный меч Вообще Хорошие леги Забирал Прямо там Ну то есть Шестнадцатого Семнадцатого Уровня Просто забирал Себе И продолжал Ими драться Оставляя противника Без оружия Поэтому Я ее оставил Хотя мне многие Говорили Что он не нужен Единственный У меня ненужный Навык Это вампиризм Но к сожалению Я пока не знаю Куда его сунуть Поэтому Типа так Я даже Фехтование Взял первого уровня Чтобы коса Била хотя бы На восемь процентов Больше Ну вот Это из таких Небольших Короче Так А теперь давайте Еще к донатам Ребята Это был бесплатный Так Коя оценил Белугин Оценил Так Макс Дракула Дракула Максик Следующий Кто Ребят По донатам Идет Так Максик Макс Дракула Макс Дракула Одиннадцатый уровень Одиннадцатый уровень У нас Хоу Темп нейм 769 Скажи мне честно Мой друг сердечный Зачем ты в этой группе Сидишь Просто вот Просто интересно Если ты еще здесь Много не набиваешь Я тебя просто убью Зачем ты сюда Пришел Просто Ладно Я не понимаю Просто По сути по нормальному Короче Максик Тебе группу надо сменить На твоем уровне У тебя неплохие характеристики В 21 тысяч Это прям Ну вот так вот Вот Тебе У тебя в фарме стоят Одиннадцатый Восемнадцатый Двадцатый уровень Я сто процентов Это знаю То есть Ну предположительно Короче да Предположительно Из-за граба Кстати еще Сейчас глянем Первые места Персонаж еще два года не прошел А уже короче Нафигачил сто миллионов Да Все я правильно Я правильно говорю Я просто себя немножко короче Ну сравниваю Чтобы оно было Так Аперкот Второй Слушай Единственное понятие Могу Макс Я уже много раз говорил Что как бы Ну костеты не роляют То есть Во многом случае Если есть возможности Ты хочешь действительно стоять на территории Лучше выкачай жало И в умелках Короче Выстави себе фехтование Броню я понимаю Почему ты развиваешь Дополнительные короче Получаются Срезание урона От высокоуровневых противников Это я тоже прекрасно понимаю То есть Хотя бы по одной из них ставишь Но Я бы советовал Убрать тяжелое оружие Ну то есть Тяжелого оружия На ваших уровнях То есть Там его мало Там по моему Два Там тяжелый ключ По моему Еще что то одно То ли какая то палка Я все оружия Просто наизусть не помню Ну как бы Из такого Футболиста Да Футболиста молодец Взял Вот это можно выкинуть Вот это можно выкинуть Тут смотри Решай короче сам То есть Молния как бы Хотя бы одного уровня Пусть будет Иногда пригодится А так по нормальному У тебя на 11 уровне Кстати есть ключ Там я точно знаю Есть ключ С дополнительным уроном По Женскому полу По моему Плюс там Что то крит Еще что то есть Можно его посмотреть Но я советую Выкачать жало Прям реально Выкачать жало И под него Заточиться Прям собрать Короче Добрать криты Двойной удар Выбивание Не выбивание оружия Как он называется Шанс ответить Противнику на удар Этих три навыка Когда выкачаешь У тебя высокий шанс Причем Охрененный шанс Просто тупо Противника выбивать оружие И перехватывать его При атаках Ну посмотришь Это Вот тебе короче Как этот Но надо потратиться будет Просто Ну характеристики В 21 Получается У тебя будут Вылетают В апперкот Но Это Знаешь Так себе Я понимаю Что некоторым людям Я советую Тем которых прям нравится Они апперкот выкачивают У них пятый уровень Они выкачивают Короче Отдельно кунг-фу Они выкачивают Прямо криты К нему Я говорю Блин Это ребята Они с одного удара Как бы Вытаскивают Ну здесь Это Хаос То есть Ничего не могу сказать То есть Это все рандомно И ситуация Так скажем Нестабильная Поэтому Максик Выбери оружие Адекватно Выкачивайся И под него Перекрути всю Тактику Ну как ты понимаешь Надо Хотя бы Месячный план Купить И его не тратить То есть На весь перекрут Твоих умелок Где-то 250-230 Рубинов Уйдет То есть Так что Он тебе обойдется В 200 рублей Это минимум И Та же Самая Ситуация Чувак Жди Крианизатор Если будешь Апать оружие Без него Как бы Никуда Ну для начала 16 уровень Апни Сразу Жало 16 Апнишь И будет тебе Счастье Ну а так За Хорошие Характеристики Чувак Я тебе ставлю Пятерку То есть Так как это Выше среднего Молодцы То есть Это действительно Ну как бы Стоит того Чтобы качаться Но за низкий поиск Клетку Недокачанных питомцев И И выбор тактики Я выше тоже Тебе не могу ставить Ребят Если вы средний До средних характеристик Вытаскиваете И вы получаете пятерку Это очень хорошо Не обижайтесь Если я ставлю Там что-то Где-то выше Чуть-чуть Но если вы Ниже средних характеристик Там Там прям шкала Очень сильно падает Все зависит От того Насколько Вы докачаны Бывает такое Что характеристики У вас Хреновые А питомцы Навороченные Я иногда Просто в шоке Такой знаешь Там У него горилла Двадцатая Просто лежит Клетки нет Ничего нет Двадцатая горилла Я вообще охереваю А характеристики В три тысячи Я говорю Это что такое вообще Ну ладно Это так Я просто бомблю Ладно Максик Так Давайте следующего Давайте следующего Так После Эликейт 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 Так Четвертый Ребят Я чат Не читаю Могу только Привет Туда передавать Сказать Привет Андрюха Я с тобой поздоровался Привет Ребят Всем привет Кто пришел Кто смотрит Кто по оценочкам Там Я иду У меня очередь Огромная Поэтому Если вы сейчас пришли Вы можете только смотреть Сказать Там доктор что-то оценивает Типа Ну ладно Так 2057 Так Нет Это все-таки третий Так Или нет Так 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 Экстрим Шолд Максимус ДПЛА Мухомор Так Адам 270 Ребят Адам 270 С нами Не с нами Не знаю Ну если будет пересматривать То будет пересматривать Если с нами на стриме Пусть отпишется Вообще Здесь нет Вообще Ребята Я буду такие иногда вещи говорить Что Те кто за бесплатно оцениваться Чтобы имею ввиду смотрели Если сейчас не отпишется Я к следующему перейду Ну то есть Просто буду называть Короче Ты не устал Каждого оценивать Илья устал Спасибо Ребят Спасибо Вот здесь я прям реально лайки собираю Ребят Все прошли лайки поставили Так Адам Адам 270 Ребят Если не слышит И он короче сейчас не отпишется Но Короче идем дальше Все короче Ну Короче Адам Адам в пролете Ребят Видимо не с нами Адам не с нами Мухомор Чекни Ак Мухомор с нами Ребят Мухомор следующий Ребят Отписывайтесь Говорю отписывайтесь Буду пропускать Просто Аки Потому что Многие люди сидят Реально ждут оценку А эти люди написали В наглую Короче И смотались Ну то есть Ничего не могу Сказать Так Мухоморов тоже нету Да Да Я знаю Медвич Я и говорю про это То что Люди как бы сидят Они отписались И нету Здорово Лосатый Привет Мухомор здесь О Олег Все Понял Все Отлично Мухомор Поехали Давай Твой персонаж Ребят Тридцатый уровень Итак Мы по тридцатому уровню Красавчик Вижу Короче Бафишься Двадцатая клетка Оооо Двадцатый пояс Блин Плюс один Братан Вообще Сразу же Прям от меня Вообще Респект Блин Выкачать Прямо Очень классно Но Я всегда люблю Делать вот так Я хочу просто посмотреть Да 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 На равных Мы с тобой Не тягаемся Слишком много оружия Братан Очень много оружия Просто Пиздец Много оружия Прям Мухомор Слушай Выбери пожалуйста Оружие Которое Прям Очень адекватное И На него Перекрутись Зачем столько Много Как бы Его брать Или ты Хвастаешься В бою Я знаю Заходит Ну сейчас Мы вот так Выложим Вылаживает Куча оружия Ну ладно Это так Я просто Смеюсь Бомблю Тридцатый Тридцатый Двадцать седьмой Тридцатый Двадцать седьмой Критический удар Ищи У нас На тридцатом уровне Короче Есть Истребитель Можно его взять И заменить Те же пять процентов Причем Характеристики неплохо Пойдут сверху И заменяй Вот этот вот То есть Посмотри Там есть неплохие плакаты Допустим Тот же темный рыцарь Он тебе Адекватно Короче Еще характеристики Поднимет Ну а так Характеристики Средние у тебя Прям очень классные Вижу Выкачиваешь косу Советую тебе Под нее подкачаться Прям реально А Ну все Я Все Все Забираю свои слова Обратно Мухомор Фехтование На среднее оружие Кстати А это у тебя Шокер двадцать пятый По сути Его продать бы Желательно Продай лего Купи что нибудь Хорошее Да Он говорит Имей ввиду Криты Мститель Тоже адекватный Неприкасаемый Да Зачем А Просто красиво Наверное Да Да Саперкота Сказал Мухомор И это было Красиво Да Ну как у меня У меня вампиризм стоит Он говорит Ха Все выкачано Че бы вкачать Да Звездопад Не хочу Да Да Че там Оскорбления не хочу О Аперкот Вкачаю Аперкот Ну так же как я Короче То есть вкачался Просто Просто ради ржаки Ну нормально Лучше бы бросил Куда-нибудь на футболиста Больше бы толку было Ну ладно Это так Я просто Просто шучу Шучу Временной сдвиг Третьего уровня Неплохо так Неплохо Поздравляю тебя С пятой машинкой Мустанга не докачал Разрушающий луч Понимая То есть тебя Ну Не везет Немного Не везет И Сделай классную вещь За это время Можно было уже приходить Я многим говорю Мухомор Списывайся со мной ВК Допустим Приходи у меня На эти Мы с многими Ребятами Создали И получили То есть золотые медали Кто у меня приходил Создавал экспедиции Приходи Будем так же создавать Ну А в башню Ну там Есть ребята Кто у меня приходит Они адекватные Они знают Как в башню играть Там Макс есть Стас есть Ну Они прям Очень хорошо играют Вот Один из моих администраторов Там Андрюха Он прекрасно тоже Играется в башне Можно Попросить Тоже Макса Дракулу Он Неплохо играется То есть Они Все знают Как играться В башне Как правильно Выходить Какие тактики Хотя бы Чтобы просто Тупо закрыть А так Ну первое место Не взял Я прекрасно понимаю Но 10 кошмарок Это прям Ребят Не кидайте пожалуйста Донаты Пожалуйста Док Можно к тебе В группу А фу Слава тебе Господи Не я короче Занимаюсь Группами Просто Просто не я Максик Занимаюсь Если Возьмет Лидер То возьмет Ну ты Кинь заявку Кинь заявку В случае чего Придешь Не как бы Но у нас Надо бить Максик У нас Надо бить Влиялку И бить Хотя бы Часть этих Мегават Чтобы было Ну группа Ладно Группа Мухомор Средняя Если честно Ну я понимаю Возможно Там из-за рингов Но по сути По нормальному Можно и группу Сменить Так Было бы Было бы Хорошо Бы И еще Грабить Можно Много Грабить Тем более На 30 уровне Ладно Хороший персонаж Сильно много Разговаривать Не буду Очень доволен Молодец Что выкачиваешься Вижу Осознал Какая-то цель Появилась Для раскачки Потому что Навыки Не хаотичные То есть Соответственно Клетка выкачана Поясок выкачан Это Ну это надо Очень хорошо Постараться Там прямо Ну 1010 Наверное Может больше Даже влито В персонаж Плюс Лего Куплено Ну Прям Прям Можно похлопать Но Все равно Даже при таком При таких характеристиках И таких Этих Только 6 баллов Чувак Только 6 баллов Даже я себя Ниже оцениваю Ну как бы Тебя просто чисто За клетку И за поясок То есть И считаю Что у тебя Очень хорошее будущее То есть Твоего персонажа Можно спокойно Дальше качаться Вообще просто Просто бесконечно Можно туда двигаться Короче Ладно Мухомор есть Так Следующий 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 Дракулу Я оценил Так Лаки Ребята Лаки с нами Надеюсь Лаки он Лаки 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 он С нами Лаки он Лаки он С нами И нами Воу Не дай бог Не отпишется Лаки ты с нами Братан Ну он донат Так что Как бы Тут Я не буду даже напрягаться Так Двадцатый уровень Ребята Лаки Двадцатый уровень Поздравляю С возвращением тебя Смотрел по сообщениям С возвращением тебя В игрушку То есть Все как бы Сложно Или тяжело Ну или как бы Я не знаю Вообще Не вижу Хотя бы Чтобы стрим Кстати Не знаю Ребят Стрим идет Не идет Просто не вижу По сообщениям Ладно Дальше Короче Идем Тута я Тута А ну все Лаки Все нормально С возвращением тебя В игру Дальше Сразу начнем Короче С самого классного То есть Характеристики средние Можно конечно Больше выкачивать Но двадцать тысяч Это прям Переходной период Когда ты уже Более-менее Себя адекватно Начинаешь чувствовать Поэтому Качайся дальше Бей дальше То есть соответственно Смотри Двадцать миллионов Сейчас у тебя есть Можно дальше Спокойно Короче Выходить На граф Следующая акция Будет Это День Святого Валентина Копи на нее бои То есть Выбирай Короче В колесо фортуны Ну то есть часть Ну желательно Там побольше Что будет Выходи Короче И характеристики Прям апой То есть прям Апой 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 Чтобы было Прям очень хорошо Ну и сейчас У тебя основная задача Выкачать клетку То есть если выкачишь Пятнадцатую Будет классно Но хотя бы Десятый Одиннадцатый уровень Еще два Можно было бы взять Но тут как тебе повезет Потому что Это все очень сложно Студию Кстати я многих смотрел Если будет интересно Зайди К персонажам Двадцатого уровня Двадцатого уровня Посмотри у них студии Именно донатов Посмотри студии Потому что Многие выбирают себе студии И ставят арконы С определенной целью Есть вероятность Тебе студию подобрать Прям очень хорошую Как раз на день Святого Валентина Студия будет падать Так что там С мелким донатом Можно обойтись Но Прям реально Хорошую студию Можно вытащить На двадцатый Если будешь Идти на тридцатый уровень Тогда Ну забей хер на все С этой студией Можно топать выше Все будет прям классно Так что Прям будет Прям здорово Но я советовал тебе Короче Прям характеристики Вкачать и сидеть Это очень хорошая лига Я тебе сразу скажу Тут не сильно напряжно Тут Васька Тут Майя сидит Тут Смурф сидит Тут много короче Кто из людей Тасуется в этой лиге Здесь очень хорошо И прям Себя можно чувствовать комфортно Там не так много донатов Как многие хотели бы Так Криты Так Среднее оружие Да братан Вот я бы И брал короче Вот этих два навыка Смотри Живодер И робототехнику Вот эти два навыка Убираешь Убираешь молниеносность То есть вот эти Вот эти Вот эти И дальше смотри У тебя получается Выбираешь оружие То есть так же Я уже многим говорю На двадцатом уровне Есть неплохая бита Я тебе так На восемнадцатом уровне Есть спектограмма Тоже хорошая На четырнадцатом уровне Есть улавлятор Ну и сляпнешься на двадцать первой То там сто процентов Только одна базука Там только базука Вообще Но если будешь Раскачиваться здесь Смотри Если выкачиваешь оружие То берешь сразу же Фиктование То есть у тебя основное То есть это среднее оружие Если какое-то берешь Потом Дальше Берешь броню Так как у тебя Характеристики не сильно Ну Навороченные Можно броней срезать урон То есть если человек бьет Там сто тысяч То есть десять процентов Срезать этого урона Это очень много Прям И можно блок один взять То есть броню и блок То есть получается Персонажа не сделать Как у тебя сейчас сделан Он в атаку А сделать его в защиту Чтобы максимум жить И получается противника Заставлять Ну Ходы короче тратить Потому что в конце боя То есть противники Обычно остаются без всего Там нет оружия Там нет питомцев Ничего не остается И все зависит от того Кто выносливее И вот кто выносливее Как раз и идет У кого лучше защита Так что выбери себе Именно тактику То есть как таковую Но просто у тебя Характеристики не такие сильные Поэтому желательно бы Выбрать защитную тактику Так что Смотри Простите С водой С водой Не лады Кстати хороший Это Я заметил сразу Я когда зашел Я тогда сейчас не сказал Скажу Клевый Клевый Прям вообще Прям очень Очень здоровско Так Ну и персонажик А нам года Года нету А нам года Года нету А нам года Года нету Мы его Не получили Та-ра-та-та-ра-та-та Вообще Красавчик конечно Много Много не получено Получается Клановая война Даже не пройдена Чтобы короче Клановую войну Пройти Тебе надо найти Группу Какую-нибудь Беспонтовую Которая По победам идет С этой группы Допустим Уйти И Ну и соответственно Найти другую Потому что У вас в группе То есть Ну А хотя нет Ну возможно Ты здесь выполнишь Если вам не испортят Статистику Так что Не буду сильно этого Так Ну по башне Не буду разговаривать Есть люди в чате Если интересно будет Списывайся с людьми в чате Они прям тебя научат Они прям научат Тебя Ну за год Выкормил неплохо Леденцов Но ничего В общем адекватный Хороший персонаж Есть Да Ты что уже смотрел Новый аккаунт Я только с работы Пришел Мне там мозг Вывлия Руки опускаются И нет желания Там дальше работать Творяне начальство Ник Ник Я не смотрел Я не смотрел Твой персонаж Я в начале Короче Самого стрима Я пришел Я тебя кричал Но тебя к сожалению Не было Поэтому я твой персонаж Пропустил И ждал Пока ты отпишешься в чате Так что как-то Примерно так Ну а по персонажу Короче Не могу дать тебе Твердую пятерку Потому что Ты только на начальном уровне Находишься И где-то Четыре с половиной Так как ты уже почти Добрался до средних Характеристик Выкачиваешь примерно Двадцать пять тысяч Где-то так Примерно Я скажу Что ты прям чувствуешь У тебя будешь комфортно Пять тысяч Для твоего аккаунта Это Восемьдесят тысяч Грабежа Ой Восемьдесят миллионов Грабежа И все характеристики По двадцать пять Ну ладно Классно Спасибо большое Лаки за донат Спасибо Так А сейчас мне нужен Николай Так Я Николая Специально Ник короче Оставлял Я специально Его выписал Я ему обещал Это единственный Донат Который у меня остался С предыдущего стрима Ребят пожалуйста К те кто на стриме Не кидайте пожалуйста Донаты больше Ну то есть Я говорю что Слишком много Итак Николай Привет Восьмой уровень Восьмой уровень Кольчик Без группы Находиться нельзя То есть Во-первых Званку не выбил Ооо Чувак Я вижу тебя Короче с работой Напрягают Ну Что я тебе могу сказать Без звонки Без основной Если у тебя еще На мехах Званки нету То это вообще Просто жесть Ну Так скажем Получается Персонаж Либо в заброшенном Состоянии Либо в коматозе Находится Либо ты очень занят То есть По сути По нормальному Ну то есть Фигово Если честно Студия Не вкачанная Студию надо качать Без звонки Короче Если считать И без бафов Характеристики В семь тысяч Даже до средних Тоже не дотягивает Ну то есть Ну плохо Конечно Если честно Коль я понимаю Скорее всего занят Скорее всего занят И скорее всего На пряги Потому что Я знаю Что ты играешься Ты играешься Ты адекватно Но сейчас Я просто вижу Что персонаж Ну находится В коматозе Итак Студия Не докачанная Пояски Короче клетка Не вытаскиваются Характеристики Нет Званок Нет Однако Тактика А нет И тактика Тоже Так же Зачем Ты вампиризм С этой штукой Взял Ну ладно Аперкот Ладно Я понимаю То есть Просто Многие говорят Мы качаем Аперкот Чисто за счет Красоты Да Согласен Аперкот Обычно Для этого И выкачивают А так Имею ввиду Ну Коль Если есть Кто нибудь Из друзей Есть Есть Сыновья Есть Братья Младшие Передай им Аккаунт Пусть Аккаунт Ну Не умирает Потому что Как бы Ну Аккаунт Надо Чтоб игрался Так скажем Получается Если сам Не играешься Дай кому Нибудь Другому Экспедиции Нету Созданных В общем Персонаж Короче Находится В начальном Уровне Но это не мешает Кстати На турнирах Занять первое место Это просто Прям Прям Прикольно Не знаю Как ты с такими Характеристиками На первое место Вырвался И насколько Ты удачливый Тип Но Это надо Прям реально Прям надо Прям качаться По сути По нормальному Короче Если взять Званку Все взять То можно Где-то Тысяч 15 20 Короче Прокачать На восьмом уровне Это будет Прям очень хорошо Но Надо стараться Просто Просто тяжело Задача к десятому Накопить Больше Сейчас 116к Ну мало Конечно Многие Идут Когда на Десятый уровень То есть Они говорят Пока миллион Мы не накопим Мы туда не пойдем Вот когда будет миллион Тогда пойдем Так и у тебя тоже Пока не накопишь миллион Не ходи на десятый уровень Коль Ну в общем Персонаж Короче Заброшенный Честно скажу Это только 4 балла Даже с тем Что у тебя Есть Получается Ну За турнир Так скажем Медалька Которая очень классная Но только 4 балла Даже до средних Сейчас уже не дотягивает То есть персонаж Реально слабый И просто В заброшенном виде Находится Коль Будет время Возвращайся Ну то есть Либо передай Коммунтика Пусть люди играются Жалко просто Буквально чуть-чуть И там Вот реально Вы просто не видите 7 тысяч характеристик Плюс звонка взять Плюс клетку прокачать Плюс пояс прокачать Взять баф с дрожи земли Короче и так далее Характеристики уже 15 тысяч Просто ни на чем Ни на чем 15 тысяч Просто раз и все Так Давайте еще Одного бесплатного Так Мухомор Отписался Мухомора Я короче Прошел Так Мухомор Так Диплей Так Диплей А он по-моему И здесь тоже идет Прям на оценки Да Флай Нет Медофил Так Дракула Лаки XLDX С нами Есть еще Да Со звонкой Было 12 Я же тебе говорю То есть Ну примерно Примерно же Я имею ввиду Знаю Диплей с нами Нет Ребята Персонаж Владелец Вот этого персонажа Ребята Если с нами То все адекватно Я оцениваю Если нет Перехожу XLDRX То есть Есть персонаж Вроде на донатах Все нормально Но человек может Кстати уйти Донатах я все равно Оцениваю То есть При любом соотношении А Дроплей Дроплей Тут на месте Все я понял Хорошо Так Поехали Плей По твоему аккаунту Пройдемся Тринадцатый уровень С легой Ооо Чувак Прям классно Так Жало Шестой оголек Дракула Шестнадцатый Хищник Кинг-конгик Блендер там слабенький Таргон гамняненький Так Сколько нанесет Пестам Деурона Ну нисколько Короче Я понял Ладно Итак Тринадцатый уровень Характеристики Двадцать пять тысяч Ооо На тринадцатом уровне Ребят Характеристики Примерно Где-то около Тринадцати Пятнадцати тысяч С ними Комфортно себя чувствуешь Прям Не сильно напрягаешься Так как Ну Прямо Своих Всех можно бить Почти там Восемьдесят процентов Тринадцатого уровня Просто ляжет От этих характеристик То есть Даже если вкачаешься А здесь характеристики Под двадцать пять тысяч Почти в два раза Превышают Норму Так что Все есть Смотри У тебя интересная вещь У тебя Твой персонаж Рассчитан на удар То есть Я знаю Что на низких уровнях Играют питомцы Только высокого ранга То есть У тебя Низкий Смотри У тебя стоит блендер У тебя Вот это вот бодяга стоит Вот это вот бодяга стоит Ты на них тратишь Ходы На каждый из них Ты тратишь ход То есть И соответственно Как ты ход тратишь Ты ударить уже не можешь А по сути Я предполагаю Что с силой Двадцать пять тысяч Ты можешь Нихрененно бахнуть Прямо в морду То есть Просто прям Охрененно бахнуть И соответственно Эти тебе Мелочь Вот эта вот пузатая Она тебе Мешает Если есть возможность Сюда поставь Муфту Поставь сюда Кай Шорты сейчас Там Ну я не знаю Такого Плюс Дополнительно Можно за мандаринки Короче Купить баф С Ну С магазина Короче Он тебе еще дополнительно Даст Ну так Это Мое мнение Можешь слушать Может нет Плюс дополнительно Смотри У тебя студия Выкачана Под более низкий уровень То есть Ты Как бы Один раз Ее выкачал И все И бросил То есть соответственно А студия К тринадцатому уровню Уже несколько раз Меняется Допустим Тот же самый Наваха Который я несколько раз Говорил Который дает Десять процентов К силе Даст тебе Нехилый баф Вот Или Та же самая Получается Игровой автомат Который даст тебе Дополнительный крит Тоже Такое знаешь Поэтому советую тебе Найти Под моими видосами Ссылочку на базу студии И посмотреть студию К тринадцатому уровню То есть Есть что подобрать Есть что заменить Тем более Следующая акция Будет как раз На Студии То есть соответственно Эх Горло прям мое Итак Хонгильдон Блин я кстати оружие не заметил Вот оружие какое-то мелкое Но я его по виду просто не вижу Оно светится Но вижу выбрано фехтование Выбраю слепая ярость И выбран полет дракона Да Неплохая кстати статистика Из трех элементов Причем Которые прям очень хорошо входят Плюс Сделано А тебе надо отсюда забрать Кстати С реанимацией можно забрать Один короче этот И допустим Кинуть на броню Силу можно тоже убрать Некритичная В твоем виде Она не критичная Она много короче Не сыграет роли Поэтому такая себе То есть вот этот баф Можно убрать Один Отсюда один баф убрать И вот сюда поставить И прям будет неприкасаемый Прям классно Защитный навык неплохой С уклонением Тем более Можно Можно прям нехило короче Крутануться Прям будет здорово Прям будет такая классная Ну жалко конечно Что машина к ней выкачана Может персонаж новенький Нет У тебя кот персонаж Ты куда девался Почему мустанга не качал Хотя возможно Ну нет У тебя Нет Башню занял Башню занял Хорошо Башню занял нормально Прям очень здорово Куча кошмарок 42 Блин у меня столько кошмарок Нету Прям Ну кошмарщик прям видно Деплей кошмарщик Прям Ну Хорошие характеристики Че сказать Так Ну и давайте короче Подведем итоги Персонаж Скоро будет праздновать Своё двухлетие Все в миле ввиду Прошло Дальше Пересмотр студии В обязательном порядке Добавить неплохие бафы За тактику тебе Большой жирный плюсик Можно Несколько пересмотреть элементов В отношении Получаются Защиты Потому что у тебя Два защитных есть Это на лечение Если добавишь броню Или неприкасаемого Улучшишь Это даст тебе еще Дополнительные бафы За то что Короче Ходишь на мехи И постоянно участвуешь Тебе тоже большой плюсик Но За невыкачанную клетку За невыкачанный пояс За мелких Выставленных Всяких петов Которые по сути Тебе мешают Чувак Только 5 баллов Ну 5 Давай Давай сочтемся На 5 с половиной Потому что Много дать не могу Как бы Просто даю Чисто за характеристики Характеристики Намного превышают Всех людей Кто сидит на 13 уровне Так что Как-то Примерно так Так Следующий персонаж Ребята Следующий персонаж Это Меня интересует Вот этот вот Ребят Это Короче Я прочитать его не могу Я при любом соотношении Так как он донатный Я его все равно Оценивать буду Потом человек Может спокойно Прийти на стрим Прокрутить И посмотреть Итак Поехали X-L-D-R-D Четвертый уровень Кстати Это донат Мне кстати У них нравятся Вот эти вот Четвертый уровень Прям очень Кстати Тут надо заходить И смотреть Четвертый уровень очень тяжело себя чувствует. Я вижу, что только начал буквально чувак раскачиваться. У него еще и диски. Вообще, у него мало что прокачано, но это не мешает человеку. То есть, на его как бы таком уровне имеет характеристики под 800-ник. Жалко, что на четвертом уровне тяжело. Там скучно. И сидеть короче, там прям... Я не знаю, как там можно сидеть. Вот прям... Я не представляю просто. Вот честно, вот... Андрюха, как ты там сидишь вообще просто? Вот скажи честно, вот... Че ты делаешь? Я сегодня прихожу играть. Че делать? А ничего не делаю. Ну, с боксом. А, там с боксом нету. Просто нету, нихера. Ну, вот для тебя, короче, большой хороший баф. Жди на наеву. На наеву дождешься, будет классно. По сути, по-нормальному, как накопишь нормальные арконы, это прям очень хорошее большое количество, вставишь прямо их. Выходи на пятый уровень. На пятый уровень. Слушай, разгони там фейтона, а. Он достал. Вот прям реально. Он там всех нагибает, всех бьет. Просто надо ему, короче, составить конкуренцию. Характеристики у него под полторы тысячи. То есть, у тебя восемьсотник, ты там вообще просто король и бог. То есть, если считать именно по характеристикам, сколько у тебя есть, то для четвертого уровня это просто шедевральный персонаж, потому что там характеристики шестьдесят. Ребята, представьте, шестьдесят там характеристики средние, примерно где-то ну двадцать там, тринцать. Это переходной уровень, а человек на нем сидит. Просто сидит на этом уровне, как бы, ну, так охотно сказать, муссбокс слаживает. Но муссбокса там нету. Там вообще ничего нету. Так что, своеобразно. За выкачанный трон тебе большой, огромный плюсик. Он тебе сыграет много дополнительных ролей. А так, слушай, тебе надо ждать на наеву, потому что без нее очень скучно. И тебе нужны противники. Так как для четвертого уровня, ну, сейчас я вам покажу, ребят, ну, много кто, мало же заходит, да? Давайте глянем. Смотрите, четвертый уровень, это самый начальный. Вот, за все время. Ну, характеристики, смотрите, ребят, семьсот. это у тех, кто там тусуется. Ну, это, ну, это ни о чем, ребята. То есть, ну, это просто там, это никуда, короче, не годно. Там 300, 400, 600 характеристики. То есть, а у нашего, а у нашего доната, можно сказать, там под 800, под 1000. Ну, прям, это классно. Если учесть, что ты на четвертом уровне так сидишь, то там у тебя все прекрасно. Чисто за характеристики, за сидение, за твой трон, это тебе 6,5 баллов. К сожалению, не могу выдать, потому что основные питомцы у тебя не вкачаны, клетки не вкачаны. Ну, прости, братан, ну, не могу много дать. Просто, там, ну, полумертвый, полумертвый уровень, чувак, ну, полумертвый. Прям реально. Я понимаю, что сейчас вкачался с огольком, все, ну, ну, надо еще качаться, надо. Вот сейчас вот клетка есть. Почему клетку, вот как ты клетку не качаешь? Знаю почему. Донатить не хочу. А как ты будешь сидеть на уровне без доната? А хотя, что там ты делать на уровне будешь? Ладно, ладно. Я, короче, сильно не бомблю, но подкапливай расход весь, желательно. Апай, короче, эти, бери на наеву и топай на пятый уровне. Подверь их немножечко. Там на четвертых уровнях, конечно, люди играются, но у тебя, по сути, должны быть уже награды. А как бы, ну, наград я за первые турнирные места не вижу. Значит, тебя не пускают. А так, значит, ты в лиге не пробиваешься. То есть, желательно, ну, то есть, выйти так, чтобы прям было классно. Так, о, Кинг-Конг двадцатый. Кинг-Конг двадцатый выкаченный. А, с апперкотом. Ну, апперкот фу-фу. Аперкот фу-фу. Возьми, возьми лучше молнию. Ту же самую. Или проклятие. У тебя, у тебя сила хорошая, проклятие будет хорошее. Можно проклятие взять. Футболист, да, согласен. Броня, живка, но так себе. И четыре миллиона граба, но все еще впереди. Характеристики восемьсот. Ну, короче, между характеристиками пятого уровня, то есть, разница примерно в полторы тысячи. Ну, то есть, средний характеристик. На следующий шестой уровень, там уже характеристики в шесть тысяч. Ну, как бы, я не знаю, как ты будешь грабить. По сути, четвертый уровень, как и пятый уровень, я считаю, это уникальные уровни. То есть, они оцениваются немножко по-другому, потому что там, ну, прям реально скучно. Там прям скучно. Че там делать, я не знаю. Так, Джекинс, ребята. Сейчас, погодите. Стоять. Сейчас я приду. работает системник. Работает системник. И сам, сука, включился. Та-та-ра-ра-ра-ра. Походу, от сети. А может, дочка нажал. Так. Поехали. Пятый уровень, ребята. Он единственный, кстати. J9 Джен Кингс. Короче, по сути, Джей Кингс или Джей Кингс. В общем, я не знаю, как точно читается на пятом уровне. Характеристики к пятому уровню, кстати, очень хорошие, но не донатные. То есть, потому что донатные характеристики на пятом уровне примерно около тысячи. Там, тысяча, короче, тысяча двести, тысяча пятьсот, потому что эти люди ко мне приходят на стримы, иногда просят оценку, и как бы я знаю, что там творится. Плюс, я уже много раз говорил, ребята, апперкот, по сути, не является хорошим. То есть, я не знаю, зачем вы его выкачиваете. Вот микрофон, получается, дающий баф к таланту, да, это более-менее адекватный. Асколыш четвертого уровня тоже адекватный. Но молоток, кастет, это бабушкины сказки, короче, это вот такое. Плюс, клетка, получается, не вкачанная. Это надо вот этих два, короче, выбрасывать надо сразу же. То есть, они просто мясо ходячее. Они лишают тебя удара. Ты мог бы прям хорошо ударить. Прям очень хорошо. Тоже тебе надо ждать и крианизатор, и на наеву. Двойные. То есть, жди, следующий год будет. Я уже много раз говорю, ребята, берете, и постепенно. И вот, знаете, наша игра цикличная. Привыкните, пожалуйста, к этому. Это, знаете, вот когда вот сейчас в Санне надо срочно загрузить Кинг-Конга плюс 20. Вообще, он больше никогда в жизни не появится. И начинают прям, знаешь, рубины туда вкидывать. Я спокойно сижу и говорю, если Кинг-Конг здесь есть, значит, появится, возможно, еще в подарках. Не сейчас, так в следующем году. Не в следующем, так через два года. И я нисколько не напрягаюсь, ребят. Это циклическая игра. Поэтому спокойно, не напрягаясь. Тебе надо найти наноеву и надо найти крионизатор. Если ты будешь сидеть на пятом уровне, соответственно, и будешь двигаться дальше, то есть, характеристики будешь качать, еще качать, качать, то есть, тебе просто надо дождаться двух этих бафов. То есть, когда ты вкачаешь студию к 15-му полностью, на нее надо будет нормальные арконы. Советую ставить арконы тупо на силу все. То есть, ну как бы, и тактику сделать такую, чтобы прямо удар убил, удар убил. То есть, чтобы она прям, прям, говорит, отскакивала. Но хотя не мешает, смотри, чувак взял два. Молодец, молодец. А персонажа вообще нету. Не хватает, даже, даже года нету, а уже две медальки. Молодец. Прям молодец. Можно даже похлопать. Даже, даже я удивлен. Даже я удивлен. Для пятого уровня прям очень хорошо. Наверное, с бафами неплохо, кстати, сходится. Подберешь оружие, подберешь оружие, советую оставить или микрофон, или осколыш. Но, такое. Лучше микрофон, конечно. Можно лыжную палку взять. Так, футболист. Я, кстати, говорил по футболистам. Это очень интересно. Тактика с футболистом, короче, такая, что ты рассчитываешь, что там есть девушки. Если девушек нет, то... Ну, док, покажи мой персонаж. Может, кто-то тебя из топ-группи смотрит и напишет мне просто, я сейчас сижу без группи. Да я знаю, что ты без группы сидишь. Кое, я видел. Мне прислали скрин, причем сразу же сказали, что тебя из группы выбросили. Ты не выбросил, то ли вышел, короче, еще что-то. Сейчас я персонаж, короче, покажу. Сейчас войду. Ну, имею в виду, я сейчас его скопирую, Кое. Покажу, если кто-то есть, кто хочет взять, короче, персонаж. Просто я знаю, что ты хорошо играешь, и ты много играешь. Я не понимаю, почему ты, как бы, ну, в топовые группы не подаешь заявки. Вообще, в топовую группу выпадал, тебе бы забрались. С ногами и руками, брат, бы оторвали. Как бы, ну, такая своеобразная, короче, ситуация. Второе дыхание, да, блин. Блин, убери костет, братан, ну, честно, убери костет, поменяй амулет. Прям вот реально, один амулет, второй амулет возьми. Допустим, ну, да, тут надо, тут двойное надо думать. Советую взять проклятие и первую помощь. Будет прям, будет прям классно. То есть, своеобразная, короче, тактика, рассчитанная, ну, на постоянном уроне. То есть, так как силу нормально вкачаешь, возможно, кстати, и пойдет, прям очень хорошо пойдет. То есть, такое, ну, я, я против молнии. Многие, короче, качают молнию, я как бы против. По сути, по-нормальному тебе надо сделать так, чтобы ты бил. Ну, ладно, это такая. Возможно, у тебя как бы идеи, идеи есть свои собственные, поэтому мои, короче, как бы тебе рекомендации, это чисто выбрать тактику. Посмотри тактики, просто зайди в пятый хуй. Знаешь, вот такая есть, надо, говорит, вырабатывается тактика, которая работает против другой тактики. То есть, заходишь к донатам пятого уровня и смотришь, что они рассчитывают. То есть, если они на кастетах, ставишь среднее оружие, ставишь защиту к себе, чтобы было, короче, типа такого. Смотришь, что у них среднее оружие, как таковое, ставишь, то есть, также среднее оружие ставишь на атаку, ставишь на постоянный урон, баф. То есть, они не лечатся, выбить их нахер, пока они не лечатся. То есть, вот такая ситуация. Ну, там много, короче, разных тактик, можно пересматривать. Но их надо варьировать. Ладно. Хороший персонаж. Ну, то есть, ему еще долгая дорога, то есть, адекватная. Как начнешь постоянные места, короче, занимать, апася на шестые уровни и жду тебя на экспедициях к нам. Классный персонажик. Так, и Коя. Коя просил. Кстати, ребят, есть персонаж. О, кстати, да. У нас просто не смотрит. Слушай, подай заявку в Растаманы. Группа, ей предвращали, короче, неплохое будущее. Они как бы идут, просто глянь, вот, которую группа сегодня рассматривал, Виктора, если ты застал. Кинь туда заявку, посмотри, возможно, короче, туда возьмут тебя. То есть, по крайней мере, закроешь систему, и можно будет спокойно, короче, искать группу. Блин, тебя с клеткой, с лего, тебя с руками просто должны оторвать. По-нормальному, блин, я делал вот так. Заходишь, группы, Урбан, первые 50 мест, и я вот так смотрел, где заявки? 23 странники, 90 место, что есть? И так, чпок-чпок-чпок-чпок-чпок, экспедиции, экспедиции, бонус 18 процентов. Классно! Подать заявку. Все. Никаких проблем, вообще никаких проблем. Никогда не испытывал. Причем, твоя коммуникабельность, как бы, твои донатные характеристики тебя заберут, ну, в любую из них. Причем, смотри, есть такие группы, вот я уже много раз видел, которые не полностью бьют влиялку. То есть, заходишь в состав, у них тут одна медалька. То есть, они не постоянно бьют, им как бы не надо. В резиденции, чпок-чпок-чпок-чпок, мясо-мясо-мясо-мясо-мясо. Что верхнее? Реактор увеличит восстановление пропуска на экспедиции, на 10 процентов экспедиции. Слабые. Ну, этот, короче, рассчитывает чисто на бонусы. Ну, то есть, это группа бонусов. Плохая группа, сразу говорю. Так что, кое, у тебя 50 групп для выбора. 50. Можешь выбирать все, что хочешь. То есть, никаких проблем вообще нету. С твоими характеристиками, бафами, блин, на 17 уровне, просто, дорога открыта вообще везде. Это я понимаю, когда мне чувак говорит, у него характеристики, там, 2000, там, 3000 на 10 уровне сидит. А меня куда возьмут? Никуда тебя не возьмут уже. Вообще, нахуй не нужен. Вот туда, вот прям, вот туда иди, и все. Ну, а этот, а еще хохочет, блин, вообще просто. Смех вообще, человек смех прям. Кое. Хе-хе-хе. Так, Пашка. Ребят, я иду только по донатов, потому что их много, я уже разговариваю. Два часа почти, то есть, ну. Так, экстрим. Кстати, экстрим, 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 экстрим. Экстрим, экстрим, экстрим. Как мне тебя найти, братан? Хе-хе-хе-хе, я знаю, как тебя найти. Экстрим. Экстрим. Жестко, да, это шутка такая. Когда персонаж сильно слабый, вообще, много раз, короче, говорил, ребят, если у вас персонаж слабый, реально слабый, лидер, понимаете, берет на себя ответственность, когда вас берет к себе в группу. То есть, вы, по сути, в его группе мясо. То есть, для чего вы нужны, лидер как бы решает сам. Но в основном, если вы не приносите никакую пользу этой группе, то есть, лидер скажет, берет и нажмяет кнопочку отклонить просто, и все. И вам придется искать группу с плохими бафами, с плохими, с плохой резиденцией, там, ну, в общем, такая своеобразная ситуация. Обычно плохие группы дают много рингтонов. Это единственный плюс. И все. Резиденции нет, ничего нет, мегаватт нет, фанаток нет. то есть, ну, скажут, а я тут сижу. Два, три статы, все это никому не нужен. Да, да, на Элдона спросите, Элдон, кстати, неплохой игрок, но он работает немножко. Так, Экстрим, Павел, 25 уровень, 25 уровень, Пашка, я тебе советую не апаться, пожалуйста, не выходи выше 26 уровня. Если ты туда апнешься, ты, по сути, по-нормальному, очень слабый для уровней. Потому что твои характеристики, даже для 25, они просто слабые. То есть, ну, немножко не дать. Короче, ты находишься, я уже одному говорил, тебе скажу, ты находишься на грани. Потому что многие идут как раз вот на эти уровни с 23 по 26, и они прям там сидят. Туда юзик ушел, туда мегазадрон двинулся. Вот там много 23, ты можешь посмотреть, короче, они прям туда перешли. То есть, поэтому очень все сложно здесь. Причем самое интересное, у тебя почему-то странным образом уклон идет на ловкость. Ты же знаешь, что ловкость, ты вот, кстати, давно играешься. Я вот 100% знаю, что ты тоже древний, как человек. 16 год, блин, ты еще на год старше меня. То есть, это представь, о, ладно, это, я, короче, все запомнил. Смотрите, я первый раз вижу человека, который играет, ребят, этот человек играет 7 лет. То есть, он все 7 лет играет, он все прошел дни рождения. У него нет муссбокса. Он вообще его не собирал. Как бы я в шоке. Смотри, Паш, смотри, заходишь вот сюда, и вот здесь есть муссбокс, вот, вот, муссбокс, муссбокс, вот, вот, его нажимаешь, и там такие кубики, их надо вот так вот складывать, вот так вот. У меня есть видео на канале, как складывать кубики. Можешь найти. Оно вот сюда медальку дает. Ну просто вообще, ты меня, конечно, удивляешь. Ну, имею в виду, я тебя давно знаю. В башню сделай, кстати, спешись с Максом. Ты с ними давно, короче, ржешь, то есть, спешись с Максом, сделай классную вещь. А он тебе поможет еще дополнительно вот сюда поставить медальку. То есть, это как бы своеобразно, прикольно, но его можно взять. Такое себе. Ну, ладно, тебя я давно знаю, короче. Можно еще кошмарки попробовать пробиться. Кстати, тебе советую к первому февраля прям накопить пиздец расхода. Прям и от звезды расхода. Чтобы у тебя, короче, все было, и тогда, соответственно, ты, ну, ну, возможно, короче, себе одну из медалей закроешь. Это я тебе по секрету скажу. Так, скажем. А так, персонаж очень древний, очень классный. То есть, все прям, все при нем. Только понять не могу, почему у тебя выкачанная ловкость. То есть, мясо убрать сразу же. Это да, это я согласен. Тоже на склад. Этого можно оставить. Еще, ну, такое себе. 12 клетка нормально, короче. У тебя сейчас, по сути, двигаться к 15 клетке, ты просто топом идешь вверх и не сильно напрягаешься. Так, а так у тебя, короче, два лишних питомца, вот этот и вот этот. Ну, то есть, они тебе ни бафа не дают адекватного, дохнут быстро, короче. Короче, мясо. Мясо, которое тратит ход. Твой ход, где ты мог бы ударить. Так, что у тебя по амулетам? Так, амулет у тебя стоит, так, медсестра третья, восьмого уровня амулет. За 7 лет не мог выкачать амулет. Ну, ты вообще просто и без оружия не стоит. Паш, покупаешь амулет, просто покупаешь амулет какой-нибудь, какой-нибудь на проклятие. Вот, просто на проклятие покупаешь амулет, кидаешь его в склад и там его улучшаешь. Как улучшаешь до восьмого уровня вот это вот фигню, выкидываешь у себя нафиг и ставишь его, чтобы хотя бы что-то было. А так, ну, много, короче, надо менять. Саботаж четвертого уровня нахрен не нужен. Одного. хватает. Вполне хватает одного. Две брони, согласен, да, очень тяжелая. На 25 уровне появляется уже тяжелое оружие, которое, ну, дает сильные бафы, очень тяжелые. Поэтому, две брони, защитная тактика, прям, очень хорошо. Ребят, не кидайте донаты. Спасибо большое, док, точка, я думаю, меня выкинули из группы, потому что я не смог играть на воине машин. Но это потому, что я играю сейчас по утрам, точка, а как ты знал, что я без группы, кто тебя сказал, а ну расскажи. Прислали, друзья, друзья прислали в ВК, прямо скрин сбросили, с надписью, я не понял, а что это, кое без группы? Это, короче, в общем, люди, которые с тобой на мехах встречаются, так скажем. Не буду, я, короче, тайны не раскрываю, но тебя слили сразу же, в общем. Ну, не буду, не буду, короче, все это. Ладно, давай продолжим, Пашка. Так, ну под 25-й тебе, короче, надо меняться, конечно, потому что, смотри, криты идут на атаку, получается, три защиты, одна атака, так, нет, четыре защиты, блин, это тоже, блин, ё-моё. Короче, полностью защитный аккаунт ты хочешь выкачать. Если ты полностью рассчитываешь на защиту, чувак, тогда бери среднее оружие, бери среднее оружие, не выкачивай ничего, как такового, бери реанимацию, лечение, щиты, все, как таковы, уклонение, блок, то есть, и прямо вот в таком духе качай. Просто обезоруживание не срабатывает для многих оружий, то есть, так, что такая, как и саботаж, то есть, тут такая себе. Я понимаю, что ты, возможно, пользуешься тактикой забирания оружия, по сути, отсюда три навыка вытащишь, отсюда три, и вкинешь на блок, даст тебе неплохой, короче, баф, посмотришь, как жить будешь долго, то есть, это даст тебе. И как бы такая, о, ой, 229 раз на тебя сошли люди, просто классно. Только, будь 230. Нет. 230? Нет. Давай еще раз. Ребят, 10.10.2013 года, то есть, человек пришел буквально перед Хэллоуином. Вообще классно. Но, граба мало. Потери большие, мало граба. То есть... Меня тоже оценивай, точка, 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 а то говоришь, что Фейтон за мой крутой, на 5к, всех бьет, xd. Да, кстати, Фейтон маньяк. А еще знаю, есть БМВБЦ, да, он тоже на 5к уровне сидит. Это есть такие у нас люди. Выкачут характеристики под полторы тысячи, и там всех, на, на их там, на, сидят, короче, на уровне. Отверкой тыкают там. Сидят они на 5к уровнях там. Так. Ну, слушай, экстрим, я понимаю, что как бы в это стоит тяжело. Если у тебя месячного плана нету, сейчас фигово, слушай, тебе надо за мандарины выкачиваться. Прям реально выкачиваться, надо клетку, пока есть возможность качать. Это все своеобразно так. Выкини питомцев, во-первых, фиговых питомцев, потому что они тебе роли большой не играют, как таковой. Потом, студия у тебя, тоже такая же, именно своеобразная. Я понимаю, что ты ее пытаешься менять, что оно есть. Сейчас будет День Святого Валентина. Постарайся, именно на День Святого Валентина. Почему я говорю про тот же самый месячный план? Чтобы была возможность, допустим, те же самые Валентинки самому себе передарить. И на эти Валентинки можно спокойно выкупить, короче, студию. Есть, вероятно, что неплохой элемент от студии вытащить, как раз ближе к 25 уровню. Причем на 25 уровне там 3 студии, насколько я помню. Посмотри по ссылке под видосами. Я думаю, что ты найдешь адекватные, короче, эти. А так, студию тебе надо качать, клетку надо качать, поясок за 7 лет не докачанный, питомцы не докачаны. Да, на мехах ты можешь там тянуть еще что-то. Выкачана неадекватная ловкость, возможно выкачаны из-за арконов, тоже надо пересматривать такая ситуация. Потом навыки перекачивать на защиту, потому что есть небольшой разброс. Ты как бы начал защиту качать, докачивая ее до конца прям, чтобы максимум, короче, получается, противника изнурять, чтобы он потратил все навыки, а у тебя еще жизни было херова туча. То есть, можно на этом играться. То есть, не на атаке, а именно на защите. То есть, ослабление противника за счет того, что он тебя будет бить слабее. Будет мазать по тебе. Ты будешь бить слабо, допустим, будешь бить, но будешь бить, понимаешь, будешь бить постоянно. То есть, там такая своеобразная. Ну, а так, экстрим, слушай, даже, наверное, пятерку даже не поставлю. Даже пятерку не поставлю, скорее всего, где-то 4, наверное, балла. Даже можно меньше поставить. Сейчас гляну. Так, одиннадцатый, торгончик, хищник. Нет, Дракула 16, даже, даже Дракула, Фрэнки 13. Нет, давай, давай сойдемся, давай сойдемся на трех. Нет, лучше, ну ладно, 4, давай по знакомству. Нет, 3,5. Не могу, сука, 4 поставить. Ну, слабый ты. Прямо слабый для 25 уровня. Прямо, ну, очень. Ну, что такое вообще? Я просто низкую оценку ставлю тебе не за того, что я там привезел, какой-то из-за того, что ты за 7 лет не выкачался, нифига, Паша. Вот просто не выкачался. Пришел, ушел, не видел. Так, блин. Так, Джокинс, Экстрим, Гифт. Гифт с нами нет? Ну, Гифт вообще, да, это при любом соотношении. Гифт, наверное, с нами сидит, там, ржет, походу, на заднем фоне. Гифт, кстати, я оценивал. Я в свое время ему перекидывал и, ну, имею ввиду, его смотрел. Блин. И группа, блин, с рейтингом низким. Гифт, ты что творишь? За клетку тебе сразу большой плюсик. Гифт, это прям очень классно. Характеристики у тебя недокачаны. То есть, сразу, пока, пока, короче, потому, что я вижу, то есть, выкачанным. Так, 30, 200, 300. Блин, слушай, выкинил арконы. Смотри, у тебя есть арконы на ловкость. Сделай такую вещь, у тебя их пересчур до хера. Просто посмотри арконы на силу или живку. раскачай. Слушай, ну, 300 тысяч ловкостей, ну, тебе большого бафа не сыграет. Это первое. Второе, у тебя есть два мяса. Вот это мясо и вот это мясо. Что то, что другое тебе не дает большого плюса, только отнимает ходы. Выкинь их нахер на склад. Тем более, как бы, ну, на 30 уровнях я понимаю, что питомцы, но они тебе ничего не сделают. Просто там. Без доната характеристики 10 тысяч. На 14 уровне. Можно чувствовать себя адекватно. Причем, самое интересное, просто так. Так. Выкачено, кстати, все 15, взял 30, все молодец. Поменяешь арконы, сделается все прям хорошо. Так. Тяжелое оружие, ловкость. А! Нахер ловкость, братан. Братан, нахер ловкость. Сразу же, вообще, просто сразу в мусор. Восемь. Хонгильдон восемь. Блин. Чувак, не, не канает. Вампиризм. Блин, Доспираду пятый. Ну и тактика, брат. Ой, ну и тактика у тебя вообще. Я просто в шоке. Если ты мне сейчас не нанесешь 10 миллионов, блин, я буду долго ржать. Ну, 14. Но он 14 хотя бы нанес. 14 нанес. Это прям, прям достижение. Человек с 300 тысячами мне среднему персонажу, которого я оцениваю на 5, ребята, всего. Я своего персонажа оцениваю на пятерочку только. Вот буквально за средние характеристики. Этот у меня проигрывает. То есть, я что, только за счет клетки могу ему пятерку поставить. То есть, в дальнейшем, если он питомцев качать будет, у него будет все хорошо. А так, слушай, навыки надо все пересматривать, братан. Очень много, очень ненужного. Разброс большой. Прям мясо. Вампиризм четвертый. Док, когда-нибудь сделай видео, как сделай ту хрень, которая показывает, сколько человек посмотрел твой персонаж. Конечно, если умеешь. В каком смысле? Есть такое видео, ребята. Заходите на мой канал, нажимаете на поиск, на поиски, забиваете счетчик посещаемости. Можно даже просто набрать счетчик, или счетчик, или посещаемости. И вам выйдет мое видео. То видео, у которых много есть, где в инфо написано вот это количество посещений, это мое видео, ребята. Те, кто у многих стоит, эти счетчики на посещение, это давношняя тема, это, короче, это моя тема. Она там до херища времени висит уже. Там года 17, наверное, если там не больше. Так, 200 миллионов. Ну, 200 миллионов граба гифт, это тебе большой плюс. Мало потерял, 18-ку, это тоже хорошо. Кошмарки пройдены, не все, правда, но так же, как я. Скоро трехлетие, как трехлетие попразднуешь, приходи с пивом, с донатом, говори, блин, Серега, три года бухаем! Давай, бухаем, все. Короче, три года и бухаем! И все, и прям, уууу, там, не знаю, ну, посмотришь, короче, три года, видимо, уже скоро. Просто не показано, был бы показан, я бы там, ну, более-менее сказал. За башню тоже отдельный респект, то есть, все нормально, влиялка есть, получить 20 фрагов за бой, но это самая основная. Тут, короче, нужна группа, то есть, можешь золотую пробить себе, но это тяжеловато. За экспедиции, за мехи, за влиялку, золотые бафы, вообще, прям красавчик, гифт, вообще молодец. Многие стараются, ну, то есть, я просто знаю, что так как ты за два года, за два года взял, короче, кучу золотых медалей, я вижу просто, что ты играешься. Многие не играются, вот, возьми тоже Пашу, он за 7 лет, нихера там не сделал, он ни разу муссбокс не слаживал за 7 лет, у него просто тупо нет этой медальки, просто нету, вообще, как это может? Паша, вот сюда заходишь, вот тут муссбокс есть, вот муссбокс, вот здесь, его можно слаживать, там квадратики есть такие, и вот ты их из них составляешь, там ряды исчезают, вот так, и очки получаются. Ну, так, гифт, классный, короче, персонаж, даю тебе оценку, около пяти, так скажем, давай 4,5 я тебе дам, потому что я тебя бью, а я считаю себя средним персонажем, буквально средним-средним, то есть у меня только-только пятый уровень, питомцы у меня не все прокачаны, так же, как у тебя, но думаю, клетку я до какого-то уровня выкачаю, еще есть, поменяешь тактику, выбери тактику, прям выбери тактику какую-нибудь определенную, на хорошую там атаку, еще что-нибудь, ну, там уже на свое усмотрение, можешь посмотреть тактики преддонатных уровней, донатных уровней, и можно выбрать, прямо выписать, можешь сфотографировать их, и из них, короче, сделать адекватную нарезочку, хороший персонаж, развивайся дальше, в 30 уровне, говорят, это еще не предел, скоро еще пять персонажей, так, 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 кто у нас еще остался, кто у нас, люпин, люпин с нами, нет, а я дурачок кинул тебе донатик, это просто донатик, надеюсь без оценочки, спасибо большое, спасибо большое, что можно не оценивать, так, big smoke, ребята, big smoke, дальше, big smoke, большой дымок, большой дымок, 17 уровень, когда ты 17 уровня, передавай привет Белугину, чувак, передавай, скажи, я 17 уровень, ну и че, такой, с характеристиками в 130 тысяч, на своем уровне, выкачанный, так, 17 уровень характеристики в 11 тысяч, это, скажем так, ну, слабые характеристики для 17 уровня, честно тебе скажу, что там характеристики должны быть около 20, посмотри других людей, которых я оценивал, но 20 тысяч, это прям такая, знаешь, ну, такой, скажем, вот такое какое-то, 20 тысяч, ну, это, это же мелочь вообще, берешь звонку, берешь там, ну, 20 тысяч вообще в легкую, и я думаю, что из-за грабежа, да? Да, братан, ну, это чисто, вот, вот я многим говорю, ребята, смотрите, это напрямую связывает, низкие характеристики, мало грабежа, хорошие характеристики, много грабежа, заходишь на YouTube, набираешь, как грабить, музвар, или, Music Wars, как грабить, как правильно грабить в Music Wars, как получить кучу кредитов в Music Wars, как сломать херовую игру, то есть, и тебе выдастся как раз куча видео по формату, короче, типа, как нагибать других персонажей, и среди них ты найдешь по грабу, видео много, тактик много, я тебе сразу сговорю, они прям, они все различные тактики, так что выберешь какую-то для себя более-менее адекватную, и там уже будешь веселиться, а так, поехали дальше, Кай, Герда, пятый, согласен, да, нормально, лишних питомцев нету, поясок слабый, недокачанный, так, а персонаж, а персонаж, о, 23, ребят, 23, 0, 9, сейчас покажу свой зал, славу, сейчас, сейчас, 23, 0, 9, ребят, 27, 0, 5, то есть, мы буквально, короче, в один почти, за такое время можно было все открыть, все выкачать, ну, я 30 уровень, ты 17, ну, видимо, долго отсидел, тебе надо, короче, ждать, чувак, крианизатор, то есть, я уже многим говорю, тебе надо, короче, переходить и апаться, я вижу, что арконы есть, но не везде, арконы очень сильно роляют на ваших уровнях, ребята, то есть, старайтесь, ждите на наеву, ждите крианизатор, бейте мобов, в это время надо бить мобов, чтобы был всегда запас на рулетке, чтобы у вас, короче, были торны, в случае чего можно было выкрутить, вложиться, получается, в звезды, чтобы можно было закупиться подарками, то есть, выбирайте определенные акции, и прямо в эти акции, прямо упарываетесь, то есть, можно есть, плюс на новогоднюю акцию лучше всегда брать месячный план, он дает неплохой баф, то есть, ну, прям, прям дает хороший баф, ну, а так, персонаж, короче, только в стадии развития, потому что, когда ты качнешь студию, у тебя характеристики еще прыгнут, кто проживает на дне океана, это наш талант, блин, ё-моё, чувак, ну, не стоит того, я советую, я советую, я многим, кстати, советовал, так как у тебя низкие характеристики, вкачайся в броню, возьми броню, возьми блок, возьми лечение, то есть, и выкачь, если не сложно, кинь силку на то видео, но если не хочешь, не надо точка, и в конце напомни, что я ищу группу, группа, да, кстати, ребята, кто, имею в виду, есть, у нас, урбан, скоя, ищет группу, пожалуйста, сделайте доброе дело, пожалуйста, так, погоди, счетчик, счетчик, счетчик посещаемости, просто многие не умеют, ютубом пользоваться, я, я как бы, это я уже понял, ребята, те, кто хочет, сейчас, вот, сейчас стоите, пока на стриме, можете открывать, ребята, вот видосик, в общий чат я вам сбросил, это по тому, как сделать счетчик в описании, то есть, многие, ну, не знают еще, кто, многие ко мне пришли на канал, как вы видите, видео там, 2000 бородатого года, поэтому, ну, то есть, типа такого, так, ну, а тебе, смоки, слушай, надо перекидываться, то есть, много характеристик, много активных характеристик, которые тебе небольшого бафа дают, у тебя маленькая сила, по сути, маленькая сила, маленькая живка, а ты рассчитываешься на активные навыки, то есть, чтобы, получается, противника унижать, ну, как таковое, я его там прокляну, а урона нет, я его там унижу, снижу ему характеристику, а ударить не можешь, то есть, вот такая ситуация, у тебя, получается, навыки, как бы вроде есть, и как бы их вроде и нет, то есть, я уже многим говорил, разброс навыков не дает хороших характеристик, возьми, смотри, заходишь в рейтинг, выбираешь 17 уровни, или 18, берешь страницу, первую страницу, и просто изучаешь персонажей, заходи, смотри, какие характеристики, что там делают, что выкачано, на что делают, короче, упор, и так далее, то есть, это даст тебе хорошую, короче, эту, ну, мотивацию, так скажем, и сделай прикольную вещь, купи месячный план, месячный план тебе даст рубины на все, то есть, на будущие акции тебе даст, он, одна таблетка стоит 5 рубинов, то есть, тебе буквально 15 боев, там, 30 боев можно проводить, короче, то есть, а бои надо фармить в муссбоксе, я там многим говорил, то есть, хотя бы оттуда бои вытаскивать, плюс 3 боя, там, по одному бою, все скидывать, все это, короче, применять, на бойцовском клубе вылаживаться, вот там очень хорошо, таблетка помогает, и многое дает, так что, там много тактик, ну, а так, чувак, не могу дать большую тебе оценку, даже за то, что ты древний, хороший персонаж, то есть, просто в счете того, что ты долго играешь, это, чувак, просто 3, просто 3, даже выше давать не буду, потому что, много не открыто, многого нет, много не докачано, характеристики, получаются хаотичные, персонаж не установлен, в определенный уровень, я понимаю, что многие играют чисто для удовольствия, но, когда говорят, если ты качаешь силача, то это силач, если ты качаешь ловкача, то это ловкач, а если ты качаешь никого, то это никто, то есть, просто, ничего сказать я не могу, как бы так, 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 Дракула, Колля, так, а, вот, ребят, последний персонаж на сегодня, наверное, наверное, персонаж, еще кое покажу, кстати, да, еще кое раз, нет, давайте я еще кое покажу, давайте сначала кое покажу, а потом, последняя оценка на сегодня персонажей, ребят, я уже 2 часа к ряду болтаю, Я просто болтаю два часа И все, у меня уже короче Я уже просто не могу Никаких терпений на вас не хватит Блин, вообще Итак Ребята Сегодня у нас кое Не, неправильно Персонаж Персонаж 17 уровня ищет группу Ищет группу Группу себе в Урбане Пожалуйста, обращайтесь к персонажу 17 уровня, донатный персонаж Ищет группу По утрам бывает в онлайне По утрам Вечером не ждать человек работает Есть лего, есть клетка Все должно быть Просто классно Кидаечки заявочку Смотрите, что есть Хотя я думаю, что человек группу найдет сам Быстрее, если кто-то из топовых персонажей Смотрит, забирайте Забирайте донаток себе Пока идет Ладно, ладно Это я так поржать Жалко, что я не умею Можно было Ладно, на самом деле Ну Просто горло болит Не могу Не могу высказывать Не могу Кстати, максима два раза уже пришел То есть тоже чувака жалко Но до него никак не доходит Я же просил То есть много Когда кидают донатов То есть я просто не вытягиваю Итак Ребята Итак МВБЦ МВБЦ БЦшка МВЦшка Не знаю, как называть МВБЦ Борис Гребенщиков Мьюзик Варс Может Вурхис Майкрософт Виндоус Бэйси Видимо, какой-то персонаж Какая-то аббревиатура Пока непонятная Но предполагаю, что Мьюзик Варс И там, скорее всего Лаван, Серега Написано То есть двое человек Играют на аккаунте Или написано, наверное Там Вика и Света То есть это просто Человек вспоминает Тройчок, который у него был в жизни И поэтому так назвал Ну просто я пока не понимаю Короче, что это такое Ну Хотя есть Пятнадцатый уровень, ребята Пятнадцатый уровень Пятый уровень получается Характеристики под полторы тысячи Вот как раз я и говорил То есть разница Представьте колоссальная Четвертый уровень Средние характеристики Там, ребят Там донаты сидят На четвертом уровне Там все уходят Там средние характеристики Двадцать Двадцать Там Но там люди, которые Реально упарываются На четвертых уровнях сидят Там характеристики Четыреста тысяч Пятьсот тысяч Там Шестьсот тысяч Характеристики Это там донаты Которые сидят На четвертых уровнях Так вот Пятые уровни Здесь На этом у нас сидят, у них характеристики полторы тысячи. Привет, Гомеля, напоследок оценочкой. Нет, Вася, нет! Вася, давай на следующую, пожалуйста, Вась, пожалуйста, давай на следующую. Отпишись в чат, скажи, что ты согласен. Скажи, да, Серега, пожалуйста, иди, ты два часа разговариваешь, у тебя уже глаза усталые, ты уже кашляешь, иди, пожалуйста, отдохни. Володя и Серега, говорит, тройничок. Ну да, да, хотя бы, ребят, ну, я рад, что вам весело, хотя бы на стриме приходите посмеяться. Ну а так, ребят, представьте характеристики, ну, то есть, я могу показать, но вы сами вообще можете посмотреть, полторы тысячи, ребят, полторы тысячи на пятом уровне, это вот столько медалей, ребят, это просто человек, просто в наглую, короче, это просто, это просто прям шедеврально. Да, не пятьсот, а полторы тысячи, я сказал, а вот сейчас... Да, персонаж, ребята, недавнешний, он играется, считай, два года, скоро у него три года, как я уже говорил, как три года будешь праздновать, так зови, бери шампанское, приходи, три года, вау, то есть, я вообще, кстати, рад за тебя, только я не знаю, чем ты три года занимаешься на этом персонаже. Три года на персонаже, на пятом уровне, я слаживаю муссбокс, на пятом уровне, мне доступен муссбокс, с утра до вечера, один муссбокс с утра до вечера, да? Да, один муссбокс, сто призов человек взял, просто тупо, конечно, что там делать, я вообще не знаю, на пятом уровне, проще, МВ, не знаю, что там делать. Персонаж классный, то есть, кстати, да, и человек рассчитывает на тяжелое оружие, а что у тебя из тяжелого оружия, братан? Микрофон средний, ну, как бы сдохнет сейчас, просто интересно, блин, оружия нету. Да, сказал ты, блин, даже оружие не вытащил, блин, ну, ладно, ладно, даже оружие, короче, не вытащил, пока, ну, неизвестно. Зачем, Тюак, тебе тяжелое оружие? Какое тяжелое оружие? Молоток, который был на четвертом уровне, зачем оно тебе нужно? Поставь лучше фехтование, если у тебя микрофон взял, она от среднего оружия. Да, на Хонгельдона я согласен, на Крит тоже согласен, причем с Хонгельдоном может быть очень большой Крит, прям двойной Крит, прям Крит из Критов, двойной двойного Крита может быть, там очень все хорошо, то есть, но надо вот это вот убрать, прям реально убрать, лечиться, да, согласен, но вот это надо убирать, то есть, это единственный лишний навык, и можно, как бы получается, прям адекватно, еще урон увеличить, еще на 16%, то есть, с микрофона у тебя получается, там урон какой-то будет, ну, допустим, там, сколько он вытаскивает, я не знаю, сколько там урона наносит, там, 5000, 5000 урона он наносит, допустим, плюс 16%, то есть, это еще прямо очень хорошо, и, ребят, за 2 года, вот, пусть вам будет стыдно всем, вот, прямо сейчас, кто меня смотрит на стриме, пусть вам будет стыдно, если у вас граба меньше, чем 56 миллионов, вы играете давно, и у вас нет 56 миллионов, обращайтесь к 5 уровню, пишите, друг, брат, научи грабить, вообще ничего не умеем, по 10 тысяч вытаскиваем, один раз в месяц, не везет, вот, персонаж, прям, реально, заходите в 5 уровень, и пишите ему, научи чувак грабить, то есть, все, и прям, берете, вот, ну, конечно, за донат, за денежку, но он вам поможет, прямо, так, что, прям, прям, адекватно, и, кстати, я не знаю, чем он занимается, кстати, в группе, просто ради интереса, я так зашел, так, зашел, кстати, ради группы, так, ну, в онлайне, 160 мегаватт, ни хера себе, чувак, мегаватт, там, мегаваттит, прям, мегаваттный, мегаваттный вы, чувак, но, слушай, за выкачанный, получается, пояс, за недокачанную клетку, за топовую студию, и, как таковой, имею в виду, питомцы, я знаю, что там на твоих уровнях не роляют, что ты долго сидишь, я знаю, что это нуба элита, она немножко по-другому оценивается, но, среди топовых персонажей, по сути, ну, пока ты на пятом уровне, ты в топах находишься, по сути, по твоим характеристикам, и по твоей мощности, ты в девятке, то есть сейчас, у тебя характеристики идут на 9, из 10, даже можно сказать на 10, уже близко к 10, но, я думаю, когда ты докачаешь пояс и клетку, до топа уровня, тогда, я тебе скажу, что ты 100% десятка, пока, только, 9, ну, зайду в следующий, а, да, если ты 100 турниров возьмешь, тоже пиши, открой прямо на видео бутылку шампанского, скажи, все, Серега, я добился, ну, мне нравятся люди, которые целеустремленно, короче, сражаются, целеустремленно идут к какому-то уровню, я, как бы, очень это ценю, ты, получается, сидишь на 5 уровне уже очень давно, ну, имею ввиду, я прекрасно это понимаю, так что, ты знаешь свою цель, и чего ты хочешь, мои только советы слушать или не слушать, выбирать тебе, персонаж классный, молодец, и, ребят, давайте последний сегодня, на сегодня, донат 22 уровня, 22 уровень, 22 уровень, Василий, Василий у нас сегодня, на 22 уровне, сегодня напрягает всех, кто там находится, характеристики у человека, выкачаны почти под 90 тысяч, но это ему не мешает, ни хера не брать топовые места, почему же ему не везет, потому что проблемы, проблемы с тактикой, я тебе не говорил об этом не один раз, Васька, пересмотри, пожалуйста, тактику, братан, у тебя персонаж классный, он у тебя донатный, прямо характеристики для своего уровня в 2 раза выше, чем есть, клетка вкачана, пояс вкачанный, вот твердая семерка, просто тупо по одним характеристикам с клеткой, просто твердая семерка, то есть по питомцам, как проверить персонаж, нападаешь на Васю, смотришь, сколько нанесет, ну 5, 5 для меня маловато, 10 конечно хорошо, но 5, это 5 все равно много, для, ну, для человека, у которого характеристики 8, то есть такое, знаете, ну, он классный персонаж, я его давно как бы знаю, но, у него такая же интересная система, то есть получается у него хаотичный разброс навыков, этот человек рассчитывал, что пойдет вверх на 30 уровень, я это уже давно знаю, что он пытался туда идти, поэтому навыки у него сделаны так, чтобы в дальнейшем просто тупо добавлять к ним единички, тактика у него выбрана из, получается, характеристик донатов, такого же 22 уровня, то есть, которые сидят сейчас на уровне, он примерно подогнал, то есть рассчитывает на то, что по нему не будут бить, и по нему не будут попадать, то есть он сам бьет, бьет тычками, получается, не всегда скрип, ну, ну, тычкой, короче, рассчитаны на удары, не на постоянные удары, а вот уклонения очень хорошо прям должны срабатывать, прям один за одним, то есть, но, как я уже говорил, Васька, у тебя есть тактика, пожалуйста, посмотри, поспрашивай топов, и по нормальному, у тебя на 22 уровне не так много чуваков, которые прям тебя превосходят, и по силе, и по навыкам, договорись с чуваками, набери 7 медалек, прямо кучу медалек набери, чтобы прям заходил, я жду не дождусь, когда ты 20-ник возьмешь, ты когда на 15-ти сидел, я говорю, бери, бери давай, чувак, бери, он 2 взял, блин, я так за него радовался, а тут получается, он сейчас на 17-ти зависит, ты на 17-ти висишь, ты даже звонку, ну, имею ввиду 55, даже 70, даже в прошлый раз, ты у тебя не получил, блин, столько много, короче, у тебя прямо косяков, и они связаны не с тем, что проходят, а с тем, что иногда просто тебе лень что-то делать, это я точно 100% знаю, такое ощущение, Васька, что у тебя девушка, машина, загородный дом, 10 собак, курицы, корова, сарай, и персонаж Вася, в мюзик-варсе, которого надо качать, конечно, у тебя времени не хватит, если столько вещей делать одновременно, а так, по сути, по-нормальному, выбирай правильное время, я думаю, что у тебя очень хороший шанс, вытащи, так что, я понимаю, Вась, да я вижу, что там есть донаты, под 100 с лишним характеристик, с ними, сука, можно договориться, вот с этими вот, а, Бека, кстати, я знаю, да он обожранный, а ты когда обожранный, сколько у тебя характеристики, то есть, там же просто шедеврально, посмотрел видео СПС, точка, ты там такой, нуб, ну, кайрчек, и я в то время, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, да, 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 я вообще древний там, ребят, если просто интересно знать, каким я нубом был на 30 уровне, просто вам интересно, наберите, также в поиске, 30 уровень, там, для 30 уровня, как бы, ну, я первый раз переходил на 30 уровень, там смешные характеристики, ну, просто смех вообще, я апнулся, короче, на 30 уровень, там, можете посмотреть, я, по-моему, в 250 или 260 апнулся, то есть, я очень быстро апнулся, я буквально за неделю, по-моему, там апнулся, или за 8 дней, но я там точно говорю, за сколько я входил, 185 миллионов граба, это очень хорошо, Вася, это прям, прям очень хорошо, и кстати, да, не могу бросить тебя, 11 минут, и потом я с ничками могу бросаться, я потом прям, прям сразу брошу, прям вообще классно, ну, а так, Васька, классный персонаж, нормальный, ну, имею в виду, даже не нормальный, сверх донатный, то есть, характеристики выше средних, в 2 раза, то есть, 6, клетка, это семерка идет, и ты преддонатный персонаж, получается, я не могу поставить тебе полностью, девятку или десятку, потому что есть, но восьмерка, чувак, у тебя твердая, 7,5-8, я бы без проблем тебе отдал, за твой персонаж, но, доработать немного тактику, вообще как таковую, и, можно, прям, идти покорять вершины, а так, я точно знаю, что, постоянно, играясь на полигоне, все прямо говорят, о, Вася, все, убить, Васю, то есть, и вот такая, короче, система идет, ладно, Вась, все вроде разобрал, по всем, короче, формам, как бы, ну, и навыкам, я тебе сказал, я много думал, и, как бы, говорил, но всегда оценивал я, ну, то есть, без советов, это специальная рубрику сделал, чтобы можно было перекинуться, по сути, если, прям, хорошо перекачаться, и ты действительно не хочешь апаться на 30 уровень, я бы советовал тебе пересмотреть, вот этих два навыка, допустим, и вкинуть их в что-нибудь еще, допустим, в броню, просто ради прикола, посмотри, есть вероятность, что сработает, причем, сработает в 20% сливания урона противника, может очень неплохо скинуться, либо молнию поставить, и поставить ее на тактику, где-то в конце боя, что, прям, тоже неплохо скажется, ну, а так, Васька, просто круто, все, все, ребят, два, два часа 30 минут, беспрерывной болтовни, это все очень сложно, у меня один чувак есть, один чувак есть, которого я не мог оценить, если он здесь, это Макса, он третий стрим ко мне приходит, я его вижу, но он никогда не доходит у меня до конца, то есть, мне его очень жалко, прям, вот Фейтон пришел, видишь, ааа, Фейтон пришел, тоже оценить его, вон МВ пришел, видел, закинул, и сказал, я тоже хочу быть топом, и все, никаких проблем нету, а Фейтон там пишет, ну пиши еще, пиши, долго можно еще прям пачками писать, он Элдон, Элоксиди, вот у меня, Максиас, вот его я не могу оценить, постоянный чувак старается, пишет, но он никак не доходит, вот Деплей дошел, и вот по сути Максиас у меня последний, не знаю с нами, он не с нами, а так бы вот очень хотелось, вот человек как бы пришел, вот как бы он сидел, то есть все, 12 уровень, помните, что я говорил, у вас характеристики в 3000, вы кидаете заявку в группу, в топовую, и командир говорит вам, пока-пока братан, зачем ты нам здесь нужен, в общем, типа такая ситуация, качай клетку, чувак, прям реально, качай клетку, выброси оружие, оружие фуфловое, переводи амулеты на плюс 5 уровень, копи крионит, потому что без него не получится, выброси питомцев, они говно, что один, что второй, просто тупо говно, то есть не хотел ничем, как бы тебя оскорбить, но они просто забирают твой ход, ты больше ударишь, чем вот это вот, что у нее сила 300, навыков нету, зачем вообще ее держать, этот такой же, что один, что второй, фуфло, мерзавка нет, не была, LG, не была мерзавка, много донатов накидали, два часа, только донатов одних оценивал, и вот у меня персонаж, которого я оцениваю, это 21,10, то есть даже 21,07, наверное, ребенок вечером спать хочет, я поэтому обычно и как бы заканчиваю в 10 часов вечера, ну, чтобы не было такого, а так, видите, ну, какая вещь происходит, потому что, ну, сильно поздно, это же не суббота, ребят, на субботу они там уходят, они там спят, играются, а сейчас, ну, как бы нет, но, по максимусу вообще можно сказать, что персонаж ему просто тупо надо качать, просто тупо качать, потому что, с такими характеристиками, ну, это, это Ноп-Нопский, Ноп-Нопский в квадрате, квадрате в скобках, и дополнительно формула, короче, нубизны, ладно, ребят, всем спасибо, кто пришел, оценки персонажей, будут в следующий вторник, пожалуйста, приходите, только давайте приходите те, которых не оценивал, потому что есть много персонажей, которые действительно хотят оценку, они хотят посмотреть, хотят знать, что можно, короче, сделать, что можно развить, а многие, получается, люди просто, как бы, ну, мешают, допустим, спамят, я, ребят, я спамеров сразу добавляю в черный список, вообще, похеру, просто закидываю в черный список, и все, то есть, на мере, это, я уже не один раз говорил, ребята, вы не уважаете ни меня, ни себя не уважаете, соответственно, ни других игроков, то есть, мое уважение к вам такое же, то есть, если вы один раз написали, все, то есть, не надо 2-3 раза, 17 раз писать, я все равно буду оценивать по очереди, то есть, как идет очередь с 21-21-0-0, так и есть, сегодня, ребята, оценено примерно где-то 11 персонажей за донат, где-то примерно 6 персонажей оценено полностью с разбором простых, по-моему, 6 даже, так что, продолжаем, ребята, до вторника, всем счастливо, спасибо, ребят, всем, кто пришел, было классно, спасибо за шутки, спасибо за радость, кое мне очень понравилось, прямо с рекламкой, прям очень хорошая идея, надеюсь, группу ты найдешь, рассмешили меня несколько персонажей, где я поржал, некоторых, как я уже говорил, как 3 года, ребят, будете отмечать, зовите меня, открывайте шампанское, всем, пока! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует... Продолжение следует...